Девушки отдыхают Самый большой выбор объявлений о продаже квартир в Москве Я нашел свою квартиру на Авито Самый большой выбор объявлений о продаже квартир в Москве Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Как вы на это смотрите? Замечательно! И все погрузили в свой смартфон Ну как с вами разговаривать вообще? Ах, вот на что! Знаете, мы вчера были в клубе спикеров и проходили мини-тренинг Действительно было классно По публичным выступлениям И как раз спикер говорил про то, что не надо выключать телефоны Потому что что вы будете делать, когда будет презентация? Конечно! Вы будете фотографировать, скорее всего, кому это интересно Ну прям инсайд словил, несмотря на то, что вроде мы все так немало времени на сценах проводим Меня зовут Вадим Орехов Я хочу также представить вам Марию Григорян Знакомы с Марией? Да! Да, здорово! Я только сегодня узнал, что человек поменял фамилию Окей! Соответственно, у нас тема сегодня Я прямо зачитаю ее Где название темы? В общем, идея такая Мы боремся за агентов, правильно понимаю? Ну, так или иначе, это открытая либо завалированная борьба И нам надо сегодня решить, как же хорошо все-таки делать Действовать по законам цивилизации или по законам джунглей Кто отжал, кто съел Джунгли такие, каменные, они разные И кто-то действует эстетично, экологично, а кто-то иначе И есть спорное мнение на этот счет Бизнес есть бизнес Прежде чем начать, я хочу опереться на этот лист бумаги И зачитать вам приветственное письмо от Конгресса Вы не против? Хочу поблагодарить от лица Конгресса коллег Генерального партнера компании Домклик Главного партнера корпорации Адвекс Недвижимость Генеральный информационный партнер Циангруп Генеральный банк-спонсор ВТБ Ведущий партнер Авито Недвижимость Эксклюзивный интернет-партнер Яндекс Недвижимость И перед началом мы также просмотрим с вами небольшой видеоролик Который, с вашего позволения, я сейчас найду в ноутбуке Поехали Я не выключил микрофон Раз, раз Коллеги, я вас приветствую Давайте Вот если можно, если есть возможность, садитесь, пожалуйста, поближе Потому что мы сегодня будем с вами в диалоге И тема привлечения агентов, удержания агентов, конкуренция за них на рынке недвижимости Если она для вас актуальна, то для нас будет важно, чтобы вы задавали вопросы Мы с вами сегодня можем заниматься до 19 часов, наша секция заявлена Вот, поэтому будет все зависеть от того, насколько наш диалог будет развиваться И насколько мы будем друг другу полезны Поэтому прям садитесь поближе Если нужно будет уйти, ничего страшного Вы уйдете тихонечко Главное, чтобы мы в контакте были Нету его Коллеги, я немножко актуализирую план наших действий У нас есть президиум, есть несколько спикеров, экспертов по тем темам, которые мы разберем сегодня в рамках озвученной И первого, кого я хочу пригласить на эту сцену Александр Котляр Человек, который требует представления Или мы все понимаем персону и содержание экспертизы этого человека И ту тему, которую Александр представит вам, только что вот прям озвучит Ну что, здравствуйте Огромная просьба Можно прикрыть дверку Только с этой стороны я вас не выгоняю ни в коем случае Ну что, здравствуйте Я Александр Котляр С 91 года я агент по недвижимости Я тот динозавр, тот мамонт, который не вымер Который все-таки есть То лохнеское чудовище, которое прячется на дне реки И регулярно появляется на поверхности Я хозяин агентства недвижимости «Панорама» Полторы тысячи человек Примерно четвертое-пятое место в Питере Мы принципиально не продаем франшизу, не продаем воздух Не занимаемся, так скажем, неактуальными продажами Меня очень не любят на рынке недвижимости Откровенно говоря, полностью пофиг на это Я имею свое мнение и говорю об этом честно и открыто Ту беду, которую мы имеем на рынке недвижимости сейчас Сделали мы сами Абсолютно точно Помните, если ваши агенты или вы хотя бы три раза скажете Этот подонок, этот мудак, этот дурак Бегите к зеркалу, бесценный мой Ответ только там Так вот, на рынке недвижимости мы сами натворили очень много бед Слишком много бед Мой товарищ работает в Америке Я спрашиваю, как у вас проходит с рекламой Он говорит, ну все просто Просто на сайте расставляем галочки И все уходит на порталы Я говорю, а деньги? Он говорит, мы денег с них за это не берем Я говорю, вы и с них? Он говорит, конечно Контент наш, да? Чей контент? Ребятушки мои Вы понимаете, кому мы платим? Вы понимаете, сколько мы платим? Вы понимаете, за что мы платим? Агентства недвижимости распрощались все практически с прямыми продажами Так? Для прямой продажи агентства недвижимости не нужно Когда вы набираете агентов Вы должны четко понимать, что вы предлагаете им Если вы не понимаете, что вы можете дать Вы ничего не получите Могу я вас попросить ручкой написать одно слово? Есть же возможность. Просто ручкой, можно в телефоне, все равно. Слово «продать». Первые три буквы, пожалуйста, напишите маленькими, а остальные большими. Так вот, «продать» – это про то, что дать. Не дать – не продать. Если вы ничего не даете клиенту, ничего вы не продадите. Если вы ничего не даете агенту, крепостное право отменили. Помните это. Агент побудет и уйдет, не более того. Что же я сам даю своим агентам? Ну, во-первых, я сам провожу сделки, поэтому мне не надо долго объяснять, что и как я буду делать и что будет делать мой агент. Я сам обучаю агентов и мои менеджеры обучают, но только после минимум десятилетнего стажа работы. Понимаете? Меньше десяти лет у нас запрещено преподавать. Это абсолютно точно. Человек должен понимать, хотя бы на какой фазе рынка он находится. Если он не знает… Ну, три фазы рынка, да? Растущий рынок, падающий рынок, стагнация. Раньше три года вверх, три года вниз. Если человек два раза не побывал на одном и том же, он не понимает, как ориентироваться. Так вот, будет очень важно именно то, чему вы учите агентов. Но учить, к сожалению, вы можете только тому, чему вы наполнены сами. Если вы не наполнены этими знаниями, учить вы не сможете. Я против авторов-теоретиков. Бизнес-тренеры меня ненавидят за это. Абсолютно наплевать. У меня есть учитель Монтек Че, очень известная личность, китайский учитель, у которого я долгое время занимаюсь тайчи, цигуном. Так вот, мы путешествовали с ним и наткнулись на огромный плакат. На плакате написано «21 лекция по плаванию». Он смеется. Я говорю, а что ты так смеешься? Может, они учат. Он говорит, ты воду здесь видишь? Я говорю, нет. Для плавания не нужны лекции. Для плавания нужна вода. Вы не будете своими для агентов, если вы не понимаете, что это такое. Если вы сами не продавали. Если вы руководитель, так скажем, сапожник без сапог, который ничего не продал. Я для своих свой. Почему? Потому что только в марте я провел 18 сделок. Сам. Да, я отдаю технику за какую-то копеечку своим агентам, стажерам, которые ее спокойно делают. Но это мои сделки, инвестиционные сделки, моих клиентов. Я, конечно, смотрю, сопровождаю, но делают, так скажем, технику. Те, кто учатся у меня. То есть я не просто даю им какое-то обучение, я даю им практику. У меня 4 офиса. Один из них находится в торговом центре и есть площадка для дежурств прямо на первом этаже. Выглядит это все очень пафосно, но на самом деле только выглядит. Люди туда заходят плохо и я уже понял, в чем дело. Бесполезно. Под, так скажем, лежачий камень ни водичка, ни хеннесси, ни пивасик, ничего не потечет. Знаете, кто лучше всего продает вот именно в таких экстремальных условиях? Знаете, кто? Сетевики. Сетевики это мои любимые агенты, которые приходят из сетки и им нужно только дать технику продаж. Все остальное они знают. У них нет стопора перед клиентом. Он может подойти и признаться ему в любви, ничего не будет, ничего страшного. А это может быть один из самых главных навыков, когда вы можете говорить с клиентом на том языке, который он понимает. Вот и все. Первое, чему мы учим вначале, мы учим учиться. Я учусь. К сожалению, я постоянный студент, вечный студент. У меня 4 высших образования. Когда я позвонил маме и сказал, мама, я поступил, у меня будет 4 высшее образование. Что мне могла сказать моя старая еврейская мама? Она сказала, конечно, сыночка, ты такой идиот, что тебе первых трех не хватило. Я постоянно учусь. Я ничего не могу с этим поделать. И постоянно смотрю какие-то семинары, вебинары. Мне все равно младше меня учитель, старше. Я знаю абсолютно точно, что у молодых нужно учиться и есть чему учиться. Так вот, я учусь в центре «Эдванс», где меня научили учиться. Я никогда не поверил бы, что можно запоминать 100 слов в час. Я сразу поделил на 50 и говорю, ребят, 50, я хочу запомнить 50 слов. Хорошо, я говорю, только ни английский, ни немецкий, ни французский. Не дай бог что-то там. Давайте так, какой язык может быть? Выбирайте любой. Я говорю, корейский. По их технологиям я за час запомнил 50 корейских слов. Они дали технологию. Так вот, эту технологию для запоминания мы даем агентам, чтобы они могли спокойно запомнить все, что нужно. Я ненавижу слово «скрипт». Я могу сказать, что скрипт убивает продажу. Я люблю словосочетания, так скажем, модулей, речевые модули, которые нужно наработать и как лего собирать из него свой скрипт. Давайте представим, вы звоните куда-то и, нет, вам звонят и произносят пятый раз один и тот же текст. Вопрос не куда, а когда вы пошлете, правильно? Потому что если один и тот же текст звучит, ну, с какой-то вариацией, уже становится не очень хорошо, да? Ты чувствуешь себя немножко использованным. То есть, ну, тебя как бы юзают, да? А это неправильно. Это совсем неправильно. Первый принцип торговли, вы помните? Первый принцип. Ну что вы? Это принцип гейши. Клиент единственный и неповторимый. Как только вы лишились этого принципа, вы лишились торговли. Все. Как только вы говорите, ой, идите, у меня столько таких покупателей, забудьте, вы его потеряли сразу. Я могу сказать честно, самое страшное в агентстве, это когда человек не ассимилируется. То есть, когда он не проникается культурой агентства. У каждого агентства, если он хочет существовать долго, а мое существует 17 лет. Кстати, сегодня 17 лет. Да? Спасибо. Хотя сам я в теме 31 год. Я был и маклером, я старше приватизации. Да? Я начал еще до этого. Меня еще гоняли менты по площади, когда мы с объявлениями стояли. Куплю дорого, доллары США. Да? Ну, мы с обменом стояли. Я был директором наемным, я был управляющим, я был менеджером. То есть, я прошел практически все эти ступеньки. Сейчас очень часто я работаю HR-ом в своей компании. Честно. Я принимаю сам, я смотрю, кто приходит ко мне. И каждый, кто заходит в агентство, обязательно проходит через меня. Даже если его взяли где-то в другом офисе, он обязательно попадает ко мне на собеседование. Брайан Трейси, один из моих учителей, великий человек, я считаю, что это топ номер один, он говорил, что собеседование должно происходить минимум три раза в разной обстановке для испытуемого. С разными тестами и с разного рода задачами. То есть, первое, да, это может быть офис, второе, это может быть какое-то расслабляющее место, допустим, ресторан. Вы должны видеть этого человека в разной ипостаси, в разных моментах, понимаете? И еще, очень важно, у меня есть целый курс по кинетике, очень важно не то, что человек написал и что он говорит. Как он это делает? Несоответствие тела проговаривает нас. Скажите, пожалуйста, вы переживаете за это собеседование? Да, я так переживаю, просто даже не знаю, как я буду без этой работы. Вы мне верите? Он сидит, чешет пузо, какая работа, ему вообще все равно. Или, правда, вы инвестируете 2-3 миллиона долларов? Да, мы инвестируем по 2-3 миллиона долларов. Сиротка, тебе бы на хлебушек хватило. Смотрите на то, как это человек делает. Самое главное, невербалика, тело будет проговаривать. Вы берете разного рода людей из разных профессий. Я могу сказать честно, есть приоритет у меня лично. Если человек пришел из банка, я обязательно его возьму. Обязательно. Потому что, как правило, это вышкаленные, выхолощенные ребята, которые понимают, чего они хотят. То есть, там есть и работа со скриптами, и работа с инструкциями. То есть, они понимают, вот, да, его единственное надо сделать. Я разделяю, так скажем, специалистов на два типа. Это не я поделил, это мой из учителей Алекс Яновский на стуложопых и шиложопых. Тот, кто лучше сидит и тот, кто лучше бегает. Я могу сказать честно, я шиложопой. Мой приятель, мой напарник, мой партнер по бизнесу, он стуложопой. Вот он садится и он, понимаете, это глыба, его не сдвинуть. Я очень долго пытался уволить, у нас очень трудно уволить менеджера. Я пытался уволить менеджера, хотя я учредитель компании. Я подходил к нему и говорил, смотри, опасная ситуация, она уйдет, она уведет агентов. У нас это было один раз за всю историю. Обычно от нас не уходит. Но помните, если человек уходит и уходит не в компанию Зингельшухер, да, и не в Мерседес, а он уходит и называет компанию своим именем, вы ничего сделать против его ухода не сможете. И не смогли бы никогда. Потому что человек уходит в собственную звезду. Все. Его можно только отпустить. У нас есть обучающий класс. И в этом обучающем классе я понял, что я не вижу, чему обучают мои менеджеры. Я установил прослушку. Мне записывали все, чему учат моих агентов. Вот и все. И когда я услышал, что менеджер учит стажеров скрытым торгам, а это жуткий муетон. За это однозначно прилетит либо менеджеру, либо агенту, скорее всего агенту. Менеджер, может быть, на каком-то своем классе еще вывезет, да, а вот стажер нет. Его обязательно на этом поймают, ткнут носом в дерьмо, а потом все агентство полетит туда же. Какой смысл? Вот когда я с этой записи уже пришел к своему партнеру, я говорю, вот. Вот тогда мы человечкой начали двигать. В другом случае было бы невозможно, потому что мы очень плохо расстаемся с людьми. То есть мы неохотно это делаем, потому что от нас очень мало уходит. Как вы думаете, почему? Я плачу 80% агентам и 5% с моих 20% за каждого приведенного вами агента с его сделок. Элемент сеточки, сетевой маркетинг. Поверьте, то, что мы имеем сейчас на рынке, то, что мы имеем кучу чмаков, кучу разных извращений, как каворкинги, да, я считаю, что это только за счет того, что традиционные агентства недвижимости жадничали и не платили правильных денег своим агентам. Три минуты. Три минуты, окей. Разная работа по возрастам. Я не буду давать работу про бумеров, потому что, как правило, этих товарищей уже очень мало в агентах. Иксы. Поколение иксов – это поколение доверия. Есть доверие – будет сделка. Нет доверия – сделки не будет. Помните, вы заходите кому-нибудь в офис и видите кучу разного рода рамочек, там сертификатики, да? Я учился, я хороший, верьте мне. А если у него есть еще портрет с президентом, ну, это вообще сказка, да? В 90-е очень многие делали офисы, большое количество, мрамором, то есть, ну, это просто безумие. Было такое агентство «Дом плюс» в Петербурге, 19 офисов. Когда оно закрылось, оказалось, что 18 из них были в аренде. И народ попал. Даже не хватило денег продажи одного офиса, чтобы возместить это. Поколение икс – поколение доверия. Все ваши агенты, которые связаны, так скажем, с этим поколением, должны доверять вам как себе. Если у вас есть эта культура, именно внутренняя культура, чем больше у вас тимбилдингов, мы их называем дебилдинги, чем больше вот какой-то внутренней культуры, в которой растворены все, тем проще вам управлять этими людьми однозначно. Дальше следующее. Товарищи миллениалы. Здесь есть очень интересный и сложный нюанс. Это поколение красивых фасадиков и эмоционально вовлеченных. Если вы этого человека не вовлекаете эмоционально, не работать у вас, не покупать, ничего не будет. Именно эмоционально. Представляешь, там продается квартира, да? Или другой текст. Ты представляешь, там продается такая квартира. Стоит зарядить эмоционально, да? Вот даешь, внедрешь. Вот это сработает. Это сработает. Но помните, каждое последующее поколение умнее предыдущего. Абсолютно точно. Если вы будете общаться со следующими ребятами, с зетами, с высоты, и будете говорить, а, я начальник, ты дурак, они вам быстренько докажут обратное. Вскроют вашу почту, вскроют отправку рекламы. У меня такое было. Девочка в офис-менеджере устроила одному товарищу из бумеров. Просто вырванные годы. У него месяца не было рекламы. Он не знал, что происходит. Он ее обидел, она ему не подавала рекламу, вот и все. Она ему показала, кто умнее. Поэтому с этим поколением можно только на равных. Если с этим поколением вы выстраиваете партнерские отношения, все будет очень хорошо. Но оба поколения, что миллениалы, что зумеры, крайне опасны для невижимости. Как вы думаете, почему? Потому что это поколение арендаторов. У этих людей есть уже более-менее сформированное инвестиционное мышление. Рассуждение следующее. 10 миллионов я вкладываю в бизнес, худо-бедно 200 тысяч получаю, на полтинничек снимаю квартирку, на полтинничек живу, соточку вкладываю дальше. Все? Зачем покупать? Так? И это мышление как раз у миллениалов и у зумеров. Зумеры это вообще то поколение, которое рождалось очень интересным путем. Вначале появлялся айфон, потом шел плод, дальше шел андроид, и только после этого выходила плацента. Это поколение полностью при интернете. Когда я своим детям говорю, что папа старше интернета, у них вскипает мозг. Понимаете? Поэтому и общение с ними должно быть очень-очень интересное. Но помните, это ближайшее поколение, у которого начнутся общения, проблемы с общением оффлайн. Их придется этому обучать. И я уже вижу, те люди, которые приходят от этого поколения, у них уже есть проблемы с общением воочию. Вот написать что-то, скинуть, снять, не проблема. А вот пообщаться вот так уже будет тяжело. Поэтому здесь нужно учитывать именно поведенческие особенности вашего поколения, которое вы, так скажем, приглашаете на работу. Самое главное, чтобы были смешанные группы. Никаких отдельных групп, никаких отдельных офисов. Иксы, Игорики, миллениалы. Это утопия. Говорим вам абсолютно точно, потому что у меня был этот опыт. У нас был один офис, в котором были только миллениалы. Это был дурдом. Поверьте, пока мы его не разбавили, ничего хорошего с этим не было. И еще, цените мужчин в этом бизнесе. Мы штучный товар. Это просто хендберк. Нас очень мало. Из полторы тысячи агентов, которые работают у меня, всего лишь 250 мужчин. Вдумайтесь. Вдумайтесь. Что? В Сочи наоборот. Ну, в Сочи, значит, вам немножко больше, наверное, повезло. Потому что женщинами, женским коллективом управлять очень сложно. Крайне сложно. И превратиться всему этому в террариум единомышленников очень легко. Понимаете? Поэтому полностью женские коллективы, я считаю, в агентстве недопустимы. Иначе это все падает просто вниз. И еще, если есть хотя бы один мужчина в отделе, поверьте, женщины ведут себя уже по-другому. Замечательная нота. На этом у меня все. К сожалению, лимит по времени. Спасибо. Спасибо, спасибо, Александр. Может быть, у вас есть вопросы сейчас по теме, которую Александр осветил? Не вопрос? Абсолютно разделяю. А вот почему, кстати, скажите? А вы в Сочи? Понятно. Если захотите переехать, я вас приму. А вы готовы к трем собеседованиям? Да. Да. Согласитесь, три собеседования в нашей нише, это очень такая специфическая история. Да, очень важно. Если вот сейчас общаюсь и многие инвизионы, представлюсь меня зовут обнованным именно компанией Активизм в городе Сочи. К сожалению, наш рынок города Сочи и Краснодарского края, даже именно Сочи, немножечко отличается от региональных, и немножко от слова вообще. Посещая сейчас и выслушивая спикеров, я понимаю, это все больше и больше. У вас сейчас наступил момент, когда люди бегут к вам на работу, потому что хотят заработать. У нас, к сожалению, перестали летать к нам самолеты, для нас это большая проблема, что количество людей уменьшилось. У вас задача найти квартиры, которые нужны людям, а у нас найти покупателей. И риэлторы, ваши и наши, работают совершенно по другим схемам. И когда говорят три собеседования, у нас на одного сошедшего с самолета и желающего работать в агентстве недвижимости 150 агентств. Так же, как на одного клиента, желающего купить здесь недвижимость, 150 агентств, в котором минимум по 100 человек работает. Вот представьте, как мы живем, но зато интересно. И наши комиссии в разы превышают региональные, поэтому добро пожаловать в Сочи. Если хотите изменить свою жизнь и смотреть на море под пальмами, мы будем очень рады вас видеть в своей компании. Извините, сразу чуть маленькую рекламу дала. Молодец, я чуть не успел замечание сделать. Там по рекламе написано, реклама запрещена. Представляете? Это больше, конечно, к докладчикам относится. Я хочу, кстати, вас вооружить. У нас сегодня клубная немножко тема, и поэтому, если у вас мнение, вот как у Инны, смело тянем руку, тянем микрофон и, в общем, высказываемся по полной катушке, не стесняйтесь. Ладно? Ну, а наша задача создать для вас все необходимые условия для этого. Вопросы мы еще обсудим, у нас еще будет дискуссия. Я хочу передать микрофон Марии Григорян, директор по развитию компании на Петровке. Компания находится в Москве. Сегодня она насчитывает уже порядка 350 агентов по недвижимости. Правильно я понимаю? Здорово, Маша, ты сама скажешь. Пожалуйста, аплодисменты. Раз. Коллеги, добрый вечер. Добрый день. Я со своей стороны тоже хочу представить коллег. Вадим Орехов это бизнес-тренер, тренер агентов, профессионал, с которым мы пересеклись на Петровке, мы с ним разминулись где-то в год. Это создатель учебного центра на Петровке Татьяна Татьяна Пономарева, экс-ичард-директор «Этажи Москва», создала компанию от нуля до тысячи агентов за первые четыре года. Сейчас Татьяна оказывает услуги по консалтингу разных компаний в сфере HR и обучения. Про себя пару слов скажу. Я в недвижимости с 13-го года сама проходила путь стажерский. На сегодняшний день я отвечаю за обучение агентов, стажеров и руководителей у нас в компании. И сейчас я расскажу, как устроен процесс, HR-процесс у нас. Даже не сколько он устроен, поскольку у меня всего лишь 15 минут. Я хочу сегодняшним своим выступлением больше, может быть, даже обозначить фронт вопросов, которые мы потом вместе все и обсудим. Дам какую-то просто пищу для обсуждения. И, естественно, есть компания, и у нее конкретно выстроены какие-то процессы, HR-процессы. И я сейчас сошлюсь на то, как это устроено у нас. Коллеги, а поднимите, пожалуйста, руку HR-специалисты в компаниях, вот чтобы мы понимали, как мы собрались. Так, узнаю, узнаю. А поднимите, пожалуйста, руку РОПы, руководителя отдела в продаж. Ага. А собственники компании, да? Все, понятно, мы все заинтересованы. Агентов тут нет, значит, можно их обсуждать. Это супер. А можно прошлый слайд? Маш, лучше скажем. Хорошо. Агенты, кстати, есть, а то мы тут это. Есть агенты? Агенты явно, наверное, заинтересованы в карьерном росте, правильно, раз вы здесь, в этой секции. Может быть, сейчас будет какая-то тоже рефлексия. Значит, про компанию расскажу. Компанию у нас существует 10 лет, 350 сотрудников. У нас очень разные руководители, 25 продающих подразделений и многие, которые пришли с рынка. То есть, мы все из разных компаний. Я начинала в МЕЛЬ, у нас есть коллеги из Триумфальной Арки, Владис, Century и так далее, и так далее. Из этажей, то есть, люди очень разные собрались. И это, как бы, характеристика нашей компании. У нас есть все мощности для того, чтобы оказывать качественную услугу, и у нас свой учебный центр, который проживает и претерпевает разные изменения. На сегодняшний день у нас 4 бизнес-тренера в нем, я одна из них. У нас очень большой фокус сейчас на выстраивании именно навыков в обучении агентов. То есть, есть там лекционная составляющая, есть практическая составляющая и понятные цели, которые мы преследуем в запуске новичка. Если у вас будут вопросы в этой области, тоже давайте подключаться к дискуссии. Как это устроено у нас? И особый дух Петровки, я думаю, что здесь вот очень важно, мы уже сейчас начали обсуждать с коллегами, а что делать конкретно мне в HR-блоке. Здесь очень важно определить, как мне кажется, какая я компания, кто мы такие и что мы несем. Если говорить о Петровке, то мы все очень разные и мы все сходимся на общих ценностях. Наша ценность основная – это свобода таборчества и свобода, в целом свобода профессионалов. То есть есть компании, у которых есть жесткие регламенты, выстраивание KPI-привязка к определенным показателям. У нас больше ориентир, чем стандарт. То есть мы показываем вектор, а уж как ты туда придешь, какими путями, мы тебе тоже расскажем, но в целом ты здесь можешь быть свободен. То есть вот это, если говорить о нашем почерке. И я считаю, что когда мы выбираем людей в нашу компанию, приглашаем, то нам с этой вещью очень важно разобраться это в части портрета кандидата в том числе. То есть какие мы и какой он. И я бы здесь, Татьяна, ты фиксируй, пожалуйста, вот один из вопросов, который мне хотелось бы задать потом Татьяне, как выстроить процесс создания вот этого портрета кандидата. То есть это то, что мы с вами можем сегодня обсудить. Следующий. Ну вот адаптировать новичков, как привлекать, как вывести к успеху, как сохранять звезд в команде. То есть смотрите, поговорим сегодня о том, кто такие звезды и как мы их с вами удерживаем. И вообще кого можно звездой считать. Как объединить одних с другими. Это то, о чем Александр сказал, что мы не можем изолировать людей одних от других. И как мы их вместе объединяем. Давайте следующий слайд. Так. Что касается привлечения кандидата, коллеги, вот здесь я думаю, что каждый, кто вернется с Конгресса, я вам предлагаю такую штуку сделать. Провести ревизию всех точек контактов с кандидатом, которые у вас есть. Прочитайте, что у вас написано в вакансии. Послушайте звонки, как у вас HR-менеджер совершает исходящие звонки, обработку откликов и так далее. Какие у вас еще точки касания есть. Как человек к вам приезжает и кто его встречает на ресепшн. Там все это важно. Как проводится собеседование. Составьте, пожалуйста, структуру собеседования и посмотрите, что же вы на собеседовании продаете кандидату и что вы хотите у него выявить в качестве навыков, компетенции, соответствие его нашему портрету, который вы перед этим тоже составите. И какой вот этот критерий входа в компанию конкретно для вашей компании. Эти вещи мы тоже можем с вами обсудить дальше. Это что касается привлечения кандидата. Как меняется сейчас портрет. коллеги, кто согласен с тем, что сейчас у нас ситуация с привлечением кандидатов прям мы на коне. Кто согласен? Ну вот, да, вот сейчас в данной точке у нас есть все возможности к тому, чтобы собрать с рынка классных, сильных людей с опытом в продажах, без опыта в продажах, это опять же к вопросу, кого мы ждем, с опытом в недвижимости. Например, мы на Петровке сейчас замечаем, что к нам целыми командами внутрь приходят люди, которые, вот идут трансформационные сдвиги, в том числе в мышлении в нашем сознании, и люди почему-то хотят поменять компанию, и почему-то они выбирают именно нашу компанию, почему-то выберут и вашу, то есть вот эти вопросы себе задать. Готовы ли вы привлекать команды из других компаний, например, вот я могу предположить, что, например, на опыте этажей вы не хотели видеть, людей с опытом, да, но вот, да, то есть вот как раз Татьяна, я думаю, тоже об этом расскажет. Давай следующий. Вот, смотрите, что важно в запуске новичка, если мы приглашаем сейчас людей, у которых какая-то, то есть смотрите, сбитый летчик, например, в какой-то другой профессии, сильный специалист, с сильными софт-навыками, там, и так далее. Почему он должен прийти в компанию недвижимости и делать здесь карьеру? Скорее всего, он нацелен на высокий результат, и для него важна скорость выхода на первую сделку. Как вы будете на своих собеседованиях, на своих точках контакта с кандидатом продавать ему скорость выхода на сделку? Через что? способны ли вы системно выводить ребят на быстрый результат? Ведь мы на самом деле на собеседованиях вот эти все вещи декларируем, а мы готовы взять на себя эту ответственность? На то, что мы выведем его реально быстро на результат? Или он как бы по принципу выплывет, не выплывет, раз он такой сильный? И тут какой я вижу контраст? У нас очень часто, коллеги, те люди, которые возглавляют отделы, начинали, ну допустим, там до 15 года, когда у нас начался активный поиск клиентов и так далее. И насколько рынок изменился, и насколько мы сейчас понимаем, в чем разница стартовать сейчас и стартовать тогда. И очень многие руководители в нашей отрасли, они настолько были сильные, у них не было учебных центров, которые мы сейчас с вами создаем. Это действительно люди, у которых такой, знаете, эффект выжившего. То есть если я этот путь прошла, смогла пройти, то почему же ты не можешь пройти? И это вопрос к нам с вами. Мы хотим видеть вот этих суперсильных людей или мы работаем на средняка, из которого мы сделаем того, кто сделает этот результат? Вот. И смотрите, про учебный центр, если будут вопросы, как он у нас устроен, могу рассказать подробнее. Он у нас является, помимо всего прочего, некой третьей силой. Есть стажер, новичок, со своими чаяниями, со своими вопросами, и возможно, даже со своими какими-то внутренними конфликтами и внешними, связанными с процессом адаптации. есть руководитель, который может закрывать, помогать сделку другому, например, новичку, ставить ему задачу и так далее. И когда у нас есть учебный центр, который может войти с ними, это может быть HR-менеджер в том числе, находясь в контакте с вашим новичком и понимая, чего мы еще ему не додали. Мы как учебный центр понимаем, чего ему не додал РОП. РОП понимает, в чем учебный центр не доработал, например. И вот в этом пересечении зоны ответственности, и когда мы с двух сторон его поддерживаем, здесь есть большая сила. При этом мы каждый должен понимать, каждая сторона должна понимать, за что она отвечает. То есть я прекрасно понимаю, какой продукт мы выпускаем из учебного центра, и руководитель отдела продаж прекрасно понимает, за что отвечает он. И в том числе это идет через некий производственный конфликт, что хорошо. И плюс еще есть ответственность стажера. Постановка навыка, а не лекция, это очень важно коллеге, потому что заходя в разные компании, придя в том числе на Петровку, я переделала обучение именно в части создания такой программы, чтобы формировались именно навыки, причем практическая часть, ее должно быть больше, чем теоретическая, и начинаться это должно реально с первых дней. Вот. И короткие задачи, то есть в постановке задачи очень важно, чтобы стажер не шел к сделке, а шел к конкретному, первому, ближайшему выполнению очень понятные задачи, например, назначить встречу, что он должен сделать на встрече, и так далее. Ну, в общем, это что-то связано с адаптацией, если будут вопросы, потом подробно отвечу. Сейчас вообще на самом деле о другом хотел поговорить, сегодня больше. Давайте следующий слайд. На пути к успеху, коллеги, замечали ли вы, что новичок, который сидит за партой первые три дня, который приходит к вам на работу, первые три дня у него фаза такой радости, все получится. Даже когда мы ему говорим, например, на рынке Москвы, у нас там средний цикл выхода на первую сделку три месяца, да, вот я думаю, что у вас гораздо быстрее. Тоже, да, это длинно. Вот, в регионах все-таки то побыстрее, там, в первую сделку можно за месяц сделать, но тем не менее, чем больше у него становится знаний и первичного опыта, и когда у него впервые что-то получается и что-то не получается, снижается уверенность. То есть, он даже сидя там первый день на стуле смотрит так на окружение, у нас там раз в две недели стартует группа человек по 30-40, и он думает, ну, я-то свою первую сделочку в первый месяц сделаю, я не знаю, как вы тут, ребята, но я-то свое сделаю, то есть, мне повезет, да, чтобы мы ему не говорили, он так думает в первые дни, потом уверенность резко снижается, и нам надо помочь ему интерпретировать этот опыт, что с ним сейчас происходит. У нас есть такой инструмент, догоняющий звонок от руководителя, когда прошла встреча, на встрече стажеру отказали, и звонит руководитель, и вытаскивает в работу этот этот контакт, и я у руководителя, у РОПа спрашиваю, Саш, какая у тебя статистика? Он говорит, ну, вот я сделал 15 звонков, и всего лишь пятерых клиентов вернул назад. Вот, у меня к вам вопрос, это много или мало? Это шикарно, это каждого третьего руководитель вернул в компанию, и я на него смотрю, как раз про что сказал Александр, и вся его невербалика, то, что он вернул всего лишь пятерых, вот то, о чем вы говорите, я говорю, Саша, ты что, ты хочешь сказать, что ты не понимаешь, что это шикарный результат? И мы говорим про руководителя, который интерпретирует свой опыт, как недостаточно крутой для себя. Что же говорить про стажера, который вообще, у него даже ориентиров нет, какая конверсия хорошая, какая плохая, что ему сказали, где он сыграл молодец? И когда мы отправляем их на первые встречи, я, коллеги, вот соглашусь с Александром, что там очень важно понимать, что с ним физически происходит, ментально, и как эти все вещи связаны. И вот на этих первых встречах, посылая, значит, говорим, ты научись понимать, как дверь в квартиру открывается. И просто кайфани от того, что вот ты это делаешь. и дальше он выходит, с какими чувствами он выходит с первой встречи? Каким он себя чувствует? Три минуты. Три минуты? О, нифига себе. Коллеги, а можно мне прям чуть побольше времени дать, да? Вот, вот этим чувствам надо дать имя. То есть обычно он говорит, я чувствую себя бестолковым, неудачником. Вот пусть он скажет то, что он чувствует, и вы с этим вопросом поработаете. Так, и очень часто, когда совершается первая сделка, вот ребята постоянно обесценивают эту историю. Сделала, пришла в январе, сделала сделку в феврале, я говорю, ну круто же, она говорит, нет, ну вообще можно было бы побыстрее. То есть вот эти вещи тоже, пожалуйста, отслеживайте, он же сразу бежит что-то следующее делать, и в моменте он не фиксирует эти вещи. Давай следующее. Вот, вопрос, который я предлагаю ставить на обсуждение, очень важный, что делать с теми, кто умеет, но не делает. Те, кто в вашем агентстве являются профессионалами, вы бы им передали любого клиента, вот вообще прям с полным доверием, но стабильный, системный, звездный результат, который бы вы хотели, этот человек не делает. Предлагаю это обсуждать. Дальше, Вадим, пожалуйста. Какой сотрудник, вот если мы говорим про звезд, какой сотрудник считается звездой? Вот каждый, пожалуйста, ответьте себе на этот вопрос, да? То есть, это человек, который там в какой-то платиновой зоне у вас, тот, кто принес компанию более 20 миллионов. Скорее всего, нет, скорее всего, в каждом отделе, в зависимости от цикла его жизни, есть звезды. Это может быть отдел молодой и отдел, там уже, который колоссальное количество лет сохраняется, и этот критерий разный. Очень часто, коллеги, звездами мы считаем тех, кто звездит. Есть такое дело? Вот, ну и с этим тоже надо работать, да, если он нам дорог. Так, давай дальше. Тоже можем это обсудить. Для звезды может быть такой факт, коллеги, вот он к вам пришел человек, как раз вот этот вот выживший, со сверхкомпетенциями, и для него само наличие того, что у него есть руководитель, будет демотивацией. Как правило, такие агенты, не желая подчиняться своему ропу, они склонны идти куда? В руководство самостоятельно я не хочу подчиняться, поэтому я буду сам руководителем. Является ли это выигрышной стратегией? Да не всегда, потому что те компетенции, которым должен обладать руководитель, у него нет, и он их не собирается развивать. И вот тут очень важно дать ему какой-то возможно статус, там, ВИП-ПеревИП-агент, там, увести, если он является токсичным, да, в коллективе он может начать так проявляться, увести его из вот этой вот, из этого коллектива в какое-то, там, чтобы он директору по продажам подчинялся, или вплоть до того, что мы отказываем его в сотрудничестве, да, такое тоже, такое тоже можно пойти дальше. Любой, коллеги, такая идея, что мы руководим масштабом своей психики. Вот, чем больше масштаб мой личный, тем больше я могу, тем большим по уровню развития сотрудникам я смогу руководить. Это как раз-таки, вот, то, что мы сейчас уже начали обсуждать, это управление, да. В общем, предлагаю это тоже обсудить. Звезда идет за тем руководителя, который для нее авторитет. Банальные вещи, да, но тем не менее, являюсь ли я для своей звезды авторитетом? И чтобы мне быть для него авторитетом, мне что нужно являть собой? То, что я когда-то делала для него, когда он был новичком, стажером, он обесценит очень легко, особенно в момент, когда он эту звезду поймает. И что мне нужно с ним сделать, чтобы дать ему пережить вот эти медные трубы? Какие мероприятия я буду, какие вообще шаги будут делать? И тут, коллеги, мой личный инструмент это разговоры разговаривать. То есть, когда мы говорим, в какой точке мы сейчас находимся, как мы туда пришли, куда ты хочешь пойти, у любого звездного олимпийского чемпиона, понятное дело, есть свой тренер. Вот если он меня воспринимает вот этим тренером, то он будет в отделе. Если он не воспринимает, он уйдет. И здесь очень часто бывает так, что мы, допустим, на всех наших планерках и собраниях обсуждаем запуск новичка, стажеры, набор, новенькие, 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 как часто мы обращаемся к тому, что я буду давать своим звездам сейчас, в этом квартале, в этом месяце. И мы очень часто про звезды забываем, потому что они на автопилоте, нам деньги зарабатывают, кассу делают, и мы очень часто забываем про то, что я с ним буду делать. И особенно, когда он в нужный момент не получил той поддержки, которую он хотел, рождается вот эта демотивация. Поэтому удерживать контакт, это очень важно. я когда на нашу встречу ехала, я как раз с руководителями очень разного статуса, потому что у нас на Петровке есть люди, которые 10 лет в компанию, они уже пришли в компанию со своим опытным отделом, они там 25 лет в индустрии, недавно стали отделом успешным, там последние три года. Я у них как раз брала обратную связь, что для тебя вот это вот удержание, звездность, адаптация и так далее. И в общем, чем больше мы работаем с отделом, тем глубже у нас отношения становятся. Наталья Викторовна Тимошенко у нас один из ведущих руководителей, она говорит, мы с ними спим, едим, живем. В общем, стирается вот эта граница. С одной стороны, мы проникаем в друг друга в рамках карьеры все больше и больше в рамках нашей совместной работы. И уже там, знаете, они на ковиде друг к другу слали разные фотографии, что-то у них все время какие-то конкурсы, люди путешествуют, все вместе отделами, ездят по городам и странам. Я думаю, что в ваших компаниях это тоже есть. но при этом нам надо сохранить время. Сколько тебе нужно время? Я думаю, еще три минуты. Хорошо? При этом нам надо сохранить границу руководителя подчиненной. Как это сделать? Вот это вопрос, опять же, и про зумеров, то, что мы говорим, то, что если он умнее меня уже, как мне им руководить? Где вот эти границы выстраиваются? Сейчас же вот эта вот вся иерархичность, которая была присуща другим поколениям, она сейчас размывается. Дальше. Знаки отличия, бонусы, там всякие значки. Это очень важно. Казалось бы, я не знаю, является ли это вашим мотиватором признания, но для сотрудников, естественно, это очень важно. Про отказ от токсичных я сказала. Дальше, Вадим. Как меняется стиль руководства с разными сотрудниками? Это я тоже предлагаю обсудить. Таня, с тобой. Да, если мы говорим просто, вот это, кстати, один из отделов, сейчас я, вот вам, пожалуйста, пример. Это вот, я думал, это из интернета картинка какая-то. Это прям, это картинка, это, представляете, люди заморочились с костюмами для фотосессии. Просто, чтобы мы понимали масштаб того, как люди вообще подходят к любому мероприятию. Можно следующий слайд. И вот тот отдел был опытный, 10 лет они в компании, то есть вокруг этого отдела компания строилась. Это молодой отдел. И следующий кадр, пожалуйста, тоже. Вот там была женская половина, вот здесь вот мужская, здесь вот Алиса. Вот, то есть смотрите, о чем я здесь хотела сказать этими двумя фотографиями. То есть звезды, они разные бывают. И молодые звезды тоже бывают. И отдел, в котором только все начинается, и цикл жизни, там это первые несколько лет, там тоже возникают звездные люди, с ними тоже нужно докручивать всю эту историю. Вот. И следующий вопрос, который там возникнет у нас сейчас с вами, я надеюсь, в рамках дискуссии, будет ли развиваться отдел, который сплошь состоит из звезд? Вообще, какие у него горизонты? Какая судьба у этого отдела в ближайшие годы? Вот это дискуссионный вопрос, который мне тоже хотелось бы с вами обсудить. Я вас благодарю, коллеги. Спасибо. Да, есть ли вопросы? Спасибо. Есть ли вопросы сейчас ко мне? Коллеги, есть вопросы к Марии по части той презентации, которую вы услышали? Спасибо. Чем вы мотивируетесь с вами? Какой вопрос? Бокально? Другие? Чем вы мотивируетесь своих сотрудников, что они из других агентств приходят к вам и остаются на долгие годы с вами? Потому что это тоже немаловажная часть. Одно дело процентно, а другое мне вот интересует более нематериальная мотивация, которая заставляет людей остаться с вами. Спасибо большое. Это очень важный вопрос. Смотрите, когда я задавала этот вопрос именно агентам, которые так приходили, я слышала один ответ. у нас есть собственница нашего бизнеса, генеральный директор в единственном числе Светлана Климова, которая является идеологом нашей компании и каждый отвечал на этот вопрос, что она одна такая. Потому что приходя к ней, в том числе как я попала, я пришла и я поняла, что мне дают полную свободу действий, полный карт-бланш, доверие к моим навыкам. И это настолько окрыляет таких, как я, что люди приходят коллективами. У вас может быть какой-то другой ответ на этот вопрос. Вот что вы готовы дать как компания, как персоналия тем людям, которые к вам придут? Вот у нас это ценность свободы, ценность самовыражения. И причем правила размываются. У этого есть и своя цена на самом-то деле. Все, о чем мы говорим сегодня, это все имеет свою цену. Спасибо. Еще? Я хотела задать по поводу вы говорите свободы действий, а это свобода действий за чей счет? То есть за счет компании или за счет нового пришедшего руководителя, который развивает свой отдел? За счет компании. То есть это самый короткий ответ, коллеги, но политика Светланы Климовой, она такова, что на круг это дает свой результат, чарующий просто. Вот знаете, есть у нас эти ошибки, есть, но на круг это дает результат. Когда большому количеству людей, которые считают себя специалистами, даешь возможность выразиться. Давайте по чесноку, очень мало компаний, которые готовы бюджетировать эксперименты и прочее, прочее, правильно? Позиция Петровки уникальна, я был свидетелем, там огромный оборот и много чего уже было создано для того, чтобы понимать, что тот риск вот этих экспериментов полностью окупает дальнейшие перспективы. Ну и плюс вера в людей действительно окрыляет и люди делают больше, эффективнее. Это тонкий вопрос в начале, насколько это действительно оправдано для владельца. Разрешите дальше, в следующей остановке пойдем. Коллеги, я сейчас... У вас? Да, пожалуйста. Процент. Процент. Какой плате агента? От 30 до 50. Они приходят на едином условии, да, вот эти группы? Ну, смотрите, новичок без опыта у него будет 30, человек с опытом в зависимости, опять же, от того собеседования, которое он пройдет и решать будет руководитель отдела, какой будет у него процент. Вот у нас руководитель отдела в рамках своих 50 способен выбирать, сколько платить агенту. Хоть 50. А руководитель при этом получает в зависимости от процента? Да. Вот разницу. Да. До 60, преусловно, да? А вот группами, когда они приходят, то они приходят на действующие условия Петровки? Или для каждой пришедшей команды новые условия формируются? Конечно, это у нас едино. То есть на собеседовании с конкретным человеком он может получить какие-то свои условия. В зависимости от опыта. Тогда скажите, пожалуйста, про агентов мы разобрались. Ропы что получают? От валов? Ничего, работают бесплатно. Процент, свой процент. У них есть план на отдел, связанный с количеством людей в отделе. и у них есть свой вот этот вот процент от, значит... Каждого раза? Нет. Процент в зависимости от того, сколько у меня... Если у меня есть стажер, я с него получу 20%. Понятно, да? Потому что он свои получает 30%. Мари, могу прощать? 60%. Да. 50%? И какая разница получается? У отдела есть планирование, у них есть план. Если он этот план перевыполняет, он получает бонус. Поэтому есть мотивация перевыполнять план. То есть один закон, план, все. Других законов нет. Наверное, здесь единственная, в чем разница, вот так вот, и вот такое, которое я поняла, именно РОП выбирает, на какой процент он берет вот этого риэлтора. Не так, как они везде заходят на определенный, а РОП решает, сколько он будет в него вкладывать и сколько ему останется. В зависимости от опыта. Если это стажер нулевой, то... Это всегда будет 30%. Ну, прям вот 95%. Может быть, какое-то исключение, но... Да, коллеги, как раз хотел продолжить, подключить к нашей дискуссии одного из основных спикеров нашей встречи и, соответственно, развить тему по... Ну, вряд ли одного из основных, я просто один из спикеров, но могу вам сказать сразу, 50 на 50, ребята, это первые, кто пойдут ко дну. Вот я вам говорю абсолютно точно. Абсолютно точно первые, кто пойдут ко дну, это те, которые платят 50%. О чем вы? 50, куда я отдаю? Я сделал сделку. И кому? Я 50 отдал дяде? Ребяточки, агенты есть? Вот поднимите руки, агенты. Здесь было несколько агентов. Агент сейчас с удовольствием отдают 50%. Вы Санкт-Петербург? Вы отдаете 50%? Александр Котляр, панорама, 80% плачу в Санкт-Петербург с первой сделки, 5% за каждого приведенного. Перестаньте заниматься ерундой, перестаньте себя обманывать. 50 на 50 это утопичная схема. Это схема, которая уйдет ко дну в ближайший год, может быть 2. Вы поймите, на рынке будет такой передел, от которого вы даже, вот, вы поймите, ради бога, меня ненавидят, как каворкинги, потому что я считаю это тупиковой ветвью развития, эволюции. И меня ненавидят традиционники. Александр, кстати, поясните, пожалуйста, чем ваша компания отличается от каворкингов? Чем мы отличаемся от каворкингов? Первое. У меня традиционное, нормальное, даже бы сказал, гетеросексуальное агентство. Вот это очень важно. Не путайте меня с сексуальными меньшинствами, да, каворкингами. Это абсолютно другое. Это первое. Второе. Поймите правильно, у меня реально есть менеджеры, у меня реально есть управляющие, у меня есть иерархия, у меня есть конкретная, так скажем, составляющая всей сделки, у меня есть юристы, у меня есть, кому пожаловаться и кто произведет, если агент не шарит, да, кто за него сделает сделку. Не путайте это с каворкингом. Ко мне лично можно обратиться и я разрулю эту ситуацию. В каворкинге вы ничего этого не найдете. Это просто дуракова свадьба. Там кто-то замутил и все. И эта сделка просто поскакала, как птица тройка. Дальше вы ничего не сделаете. Коллеги, у нас дискуссия, у меня сразу вопрос. Вы согласны с точки зрения позиции Александра? Что, соответственно, компания, позвольте я немножечко обострю ситуацию, Александр утверждает, если я ясно слышу, что в компании панорамы имеются сервисы, все слышат? Для агентов. Да. Которые позволяют... Сереб-система бесплатна, реклама бесплатна, юрист бесплатный. Это сервисы? Да. Я не буду продолжать пысли, немножечко так, так сказать, подпалил. Это тоже Санкт-Петербург, поэтому... Да, меня зовут... Здравствуйте. Я согласен с Александром полностью. Мы сейчас сами строим агентство по такой же примерно модели, ну, в чем-то похожей. Я соглашусь с тем, что 50 на 50, ну, в Петербурге... Я не знаю, как по стране, не буду говорить за всю страну, но в Петербурге эта схема точно умрет через какое-то время, потому что у нас есть панорама, у нас есть макромир, у нас есть еще куча разных каворкингов и агентств, которые уже отдают минимум 70% агенду комиссии. Это первое. И второе, нужно быть справедливыми. Я считаю, что ни одно агентство на 50%, наверное, не окажет сервисов. Это первое. А второе, а второе, самое главное, вы поймите, вот давайте так, кто бывший агент, поднимите руку, да? Давайте себе представьте, вы сейчас входите на рынок. Вы сделали сами сделку. Вы отдадите 50%? Да. Да. Я работала, когда МИЭЛ была в Санкт-Петербурге. У нас было очень много хороших специалистов. Они работали на 35%. МИЭЛ ушел. Работали, самое главное. Минуточку, подождите, я не закончила. Они работали на 35%, потом пришел Адвекс. Предложил им сразу 65%. Все ушли. Пришлось обучать новых, которые готовы сами искать различными способами. А это был, когда ушел МИЭЛ, это был девятый год. Что такое социальные сети, не знал никто. Ну, помните, восьмой год, а после этого девятый. Собственно говоря, я так предполагаю, МИЭЛ ушел. Ну, не предполагаю, знаю. Поэтому, если компания готова давать заявки, снабжать клиентам, вы можете диктовать свои условия. Если клиент приходит сам, ну, тогда он клиент, ну, соответственно. Отлично. А можно к вам тогда вопрос? Не забирайте микрофон. Пожалуйста. Я даю вам заявки. А те клиенты, которые есть у вас, вы их будете под мой процент или под свой. Нет, вы меня спрашиваете, как агент или как ропа? Я вас спрашиваю, как агента. Я даю вам заявки, под какой процент вы проведете свою сделку, которая пришла вам. На самом деле, если вы даете заявки, мои клиенты будут вторичны после ваших заявок. Мы можем договариваться о дополнительных... Стоп, минуточку. В 95-м году, когда я работала в маленькой компании Санкт-Петербурга, были двойные условия. Если я получаю заявки от компании, это было 25%. Если я работаю со своими клиентами, это 50%. Это жизнеспособная схема. Ее можно продумать. Не говорите, что она не будет работать. Ее крайне тяжело продумать. Согласна. Практически невозможно мы пытались это сделать. Все клиенты, которых я вам даю, будут ваши. Буквально через 2 месяца работают. Даже если я их закрепляю в CRM. Я прав? Я вижу. Я вот это вижу. Вот, вот, кивание головой. Почему? Потому что color of your money, цвет ваших денег. Я поспорю. Деньги сыграют сразу же эту службу. Понимаете, с вами? Это ваша точка зрения. И вы скажете, вот здесь будет на 10% больше. Это ваша точка зрения. Она имеет место быть. Я, пожалуй, если сильно напрягусь, могу придумать аргументы и, ну, придумать какую-то схему, как действительно отслеживать. На самом деле, можно вообще упростить ситуацию и договориться о следующем. Давайте мы будем говорить о том, что у нас будет все клиенты по определенной стоимости. Да? Ну, не 35, а 40, например, еще что-то. Внимание, вопрос. Если у вас есть свой клиент и я даю вам клиента, кто будет приоритетным? Нет, минуточку. Опять-таки. Кто будет приоритетным? Кто руководитель бизнеса? Агенты или руководители? Если я руководитель бизнеса, то вот я, простите, не знаю, как сказать девушка, она сказала очень хорошую вещь. Звезды, которые звездят, и мы им это позволяем. Я с 95-го года роб, да, и я действительно испытываю проблему, когда у меня человек доходит до этапа звездиться. Да? Поэтому, если человек готов играть по моим правилам, и я ему даю заявки, 35 по всем клиентам. Если нет, ну, обсуждаем. На самом деле, звезды, кому мы позволяем звездиться? А если он говорит, что готов, а делает все равно, через анус все. Что тогда? Ну, левая сделка... Как вы будете это контролировать? Я не буду контролировать. Вот и все. На этом все заканчивается. Я просто не буду работать с такими компаниями. Ну, понимаете, тут... Вот на этом все заканчивается. Отсутствие контроля, это моментально, вы поймите. Отсутствие контроля моментально. Если вы вырабатываете двойную схему, которую вот есть так, а есть так, вы должны четко понимать, как вы будете это контролировать. Не-не-не-не-не. Если вы не знаете, это контроль, все. Мы перешли на другой этап. Я вам до этого сказала немножко другое. Есть варианты договариваться. Да, есть варианты договариваться. это все равно подконтрольная вещь. Мы сейчас спорим каждый о своем. Подконтрольная вещь. Если я даю, я должен понимать, что будет. Минуточку, зал. Вы согласны, что мы спорим о разных вещах? Я пытаюсь доказать, что если я руководитель, я установлю свои правила игры, и все будут, мои клиенты, работать под мой процент. Под 40, под 35. Да ну что вы. Как вас зовут? Как вас зовут? Меня зовут Грудковская Марина Георгиевна, адвекс-лиговский Санкт-Петербург. Замечательно. Мария Георгиевна. Марина Георгиевна, а как вы думаете, почему агентство Панорама состоит примерно на 40% из агентов адвекса? Ну честно. Ничего подобного. У меня на учете каждый, кто ушел. Потому что те, кто уходит в адвекс, могут ко мне вернуться. А вот те, кто уходит к инфицированным, не вернутся никогда. Да, адвекс это лучшая школа. И тут я подпишусь под этим. Коллеги, коллеги, коллеги. Абсолютно точно. Коллеги, коллеги, коллеги. Вы правы. Дискуссия у нас не по теме пошла. Давайте все-таки договоримся, что у нас сейчас две компании, которые решили. По поводу звезд. Смотрите, по поводу звезд. Очень важно. В Гарварде было исследование, и звезд назвали талантливыми сволочами. Это не мой термин. Это Гарвард. Да, они сделали следующее исследование. Что если талантливая сволочь вырабатывает примерно 20% от дела, дальше ему нет смысла развиваться. Он будет развиваться на себя. Поэтому помните, цифра будет очень важна, какую он будет зарабатывать. И есть цифра, вот в Питере она есть, но вам лично я ее не назову. Именно потому, что эта цифра выстрадана мной и моей компанией. И я знаю точно, что если агент достигает заработка этой цифры, то после этого он просто-напросто говорит следующая композиция, балдеем без тебя. Все. Ему абсолютно все равно, что вы ему будете дальше давать. И еще. Любой агент, который мне кричит про корпоративную культуру, про то, что нам дает агентство, про заявки, я называю только одно. Под какой процент ты работал? Он говорит, я работал под 60. Я говорю, ты знаешь, сколько ты заработал за год? Он говорит, да, знаю. Теперь, говорю, прибавь к этой цифре 20%. И поверь, эта цифра положит все твои аргументы на лопатки. Помните Жеглова? А пистолет Володенька перевесит все любые аргументы. Все. Вы поймите. Я за ту схему, которую вы сказали, но я ее не смог применить. И объясню почему. В агентстве должна быть рабочая одна схема. Одна для всех. И если правила равны для всех и все равно удалены, тогда, возможно, все будут работать. А если этой одной схемы нет, и она есть вот под это что-то, а под это вот так, интертрепировать, вы ее замучаетесь. У меня просьба. Располагаете еще временем? Да, немножко. Буквально. Коллеги, мы сейчас смотрели очень топовый канал по телевизору. Называется «Как поделить пирог». Правильно? Я сейчас вам предлагаю прерваться без паузы, переключить канал. У нас есть еще один важный вопрос, поскольку в президиуме сидит эксперт, который не располагает достаточно времени, но очень важно осветить. Посмотрим квартиру на Абита. Давай. В новостройке. Тогда с отделкой. И балконом. И кухней. Побольше. Настраивайте удобные фильтры и ищите новостройки по вашим настройкам на Абита. Самый большой выбор объявлений о продаже квартир в Москве. Я нашел свою квартиру на Абита. Самый большой выбор объявлений о продаже квартир в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тему портрета. Давайте коснемся темы портрета, немножко отвлечемся от насущного, заземленного. Раз, раз, раз. Слышно меня? Я пыталась остановить дискуссию, потому что на самом деле, я всегда говорю, не бывает хорошего, плохого, будет подходящее, нет. И в любой ситуации наша с вами задача как раз таки определить, какая схема, какой вариант возможен конкретно в вашей ситуации. Оба спикера правы, и оба спикера могут быть неправы, все применимо в вашей ситуации. Меня зовут Татьяна Пономарева, я не спикер сегодня, я приглашенный эксперт, HR-эксперт, поэтому я бы за 15 минут ответила на те вопросы, которые есть у вас, те, которые Маша начинала, и после этого я бы, с вашего позволения, убежала. Из вопросов, которые Маша начинала про портрет, я бы хотела, наверное, поделиться неким событием опытом. Я действительно, это же Москва построила с нуля до тысячи, за 4 года мы это сделали. Сделала я это каким образом? Я действительно не брала агентов с других компаний. Не потому, что я каким-то образом предвзято отношусь. Я считаю, что если я для себя беру какую-то миссию, повысить перестиж профессии Москвы, та миссия, которая была у меня, и опираясь на ценности, я не буду брать людей, ломать через колено и говорить о том, что вот забудь все то, что ты умел, все чему ты учился. Моя задача сделать так, чтобы человеку было комфортно, чтобы он пришел в компанию, где действительно он подходит, где подходят те ценности, которые у нас есть, совпадают с его ценностями. Соответственно, он тогда комфортно научится чему-то новому для себя, он будет охотным, он будет более благодарен. Только поэтому я не брала из других агентств недвижимости. Если говорить про портрет, я всегда опиралась на задачи. То есть когда мы за что-то беремся, мы должны задать себе вопрос «Зачем?». Зачем мы это делаем? Для чего? Для кого? И если опираться на клиента, мы должны понимать, а какой у нас клиент, какими качествами он обладает. Последний самый такой частый запрос, с которым ко мне обращаются, это омолодить портрет своих специалистов по недвижимости. Я бы, конечно, тут начала всегда с вопроса «А зачем?». То есть зачем вы хотите омолодить? Почему вы к этому пришли? И с одной стороны, да, у нас молодеет клиент, и нам надо омолодить, чтобы они были на одном партнерском уровне, и с другой стороны, вы должны начать с себя. Я тут с вашего позволения немного еще порисую. То, что Маша говорила тоже про уровни развития руководителей, допустим, ну вообще в принципе про руководителей. Есть такая история, что все руководители, их можно поделить на А, Б, С, Д. Соответственно, если вы относитесь к категории, допустим, Б, то под вас могут зайти кандидаты, сотрудники, которые будут относиться к Д, к С и к Б. Сотрудники категории А к вам не придут никогда. Да, и, соответственно, так вот по восходящей. При этом есть очень крутая книга, называется «Спиральная динамика», которая говорит о том, что как компании, так и люди могут развиваться вот именно по спиральной динамике. Если вы хотите изменить свою компанию, вы должны начать с себя. Начиная с себя, изменяя с себя, вы измените свою компанию. Хотите омолодить? Омолодитесь сами. Поймите, где какие процессы, в которых вы действительно там тормозите, или уже какие-то, не относитесь к ЗЭДам, да, и начните, меняя себя, менять свою компанию. Второй вопрос, который я бы… Или какие-то здесь есть вопросы? Здесь полностью поддержка. У кого-то? Не растет лидер, кто не растет компания. Однозначно. А кто такой бэш-эдер? Это, да, это уровень вашего развития. Тут на самом деле это комплексная история, которая включает в себя и управленческие навыки, и личностные навыки. У нас очень много есть про интеллект, есть там IQ, есть сейчас АКЮ, адаптивный интеллект, который в наше время сейчас наиболее актуален. И вот чем выше каждый уровень, каждая компетенция, тем выше ваш уровень по вот этому рейтингу. Окей. Маша еще задевала вопрос про… Про-про-про… Сейчас, извиняюсь. Как меняется стиль руководства в зависимости от кандидата и будет ли развиваться отдел «Состоящие звезды». На самом деле вопрос такой дискуссионный. Любая команда всегда… Любая команда тоже строится вот по такому принципу. То есть вы… Вот эти звезды – это как раз-таки А. Вы никогда не наберете команду, состоящую только из А. Это заблуждение. Вот мы тут немного с Натальей касались вопроса относительно того, что есть некий такой позитивный фенотип, да, и есть успешные риэлторы, и хочется, конечно, чтобы вся компания состояла из этих топ-1. Но невозможно. Топ-1 с остальными топ-1 никогда у вас работать не будет. Есть закон Паретта, про него тоже сегодня я очень много слышала на дискуссии. Но я за другую историю. Есть другая история, ее называют перформия. Закон Паретта все знают, да, принцип Паретта? Как называют другое? 80 и 20, да? Когда 20% людей делают 80% результата, и наоборот. А вот эта цифра еще делится… Есть такая история про перформеров. Эта цифра когда делится еще на 60 и 20. Вот этих 20 называют болотом. Вот эти 60 – это по сути средние. 20 – это те самые перформеры, те самые звезды. И в любой команде, какая бы она ни была, это отдел продаж, либо в целиком компании, должны быть абсолютно все люди. И вот это болото – это тоже те люди, которые мотивируют всех остальных. Вся история циклична. Человек один, тот же топ-1, он может у вас находиться, как в болоте, когда он, допустим, уехал в отпуск. На два месяца выпал из результатов, и он у вас находится в болоте относительно других людей, которые в этот момент как раз-таки вошли в топ-1. Команда должна быть взвешена. Если вы хотите у себя растить звезд, делайте так, чтобы у вас были и все остальные люди. Потому что они друг друга мотивируют. Звезды друг друга не любят. Они будут уходить из компании. Это будут конфликты. Это та история, которая не развивает. Если вы хотите, чтобы команда развивалась, компания развивалась, то, соответственно, у вас должны быть относительно взвешены вот эти вот соотношения в команде. Они друг друга будут мотивировать. Окей. И про стили управления я всегда советую бланшара. В стиле бланшар, кэнт-бланшар, ситуационное руководство, одноминутный менеджмент и вот там 5 книг у него. И там, соответственно, он делит людей по уровню развития и, соответственно, управления тоже по уровням развития людей. Я очень быстро, я очень терплюсь, но я готова к ответить на вопрос. Супер. Один момент. Скажите, пожалуйста, Робу вы теперь подпринимаете с опытом работы в недвижимости или просто берете управленцев? Мне не важен предыдущий опыт. Смотрите, если говорить, допустим, про найм, как я выстраиваю найм, 15 лет в учаре, я никогда не смотрю на бэкграунд, с которым заходит человек. Я смотрю на потенциал, на его мотивацию, на его ценности. У меня ценностный найм, поэтому мне не важно, какой человек пришел, если он роб. Мне нужны определенные функции закрывать, соответственно, он должен обладать определенными качествами, определенными навеками. Все. Можно вопрос? Конечно. Одна группа, которая пришла к нам как раз из этажей, первым аргументом, который был, почему вы к нам пришли, они сказали, вы знаете, нам поставили нового менеджера, который у нас спросил, что такое форума номер 12. На этом все закончилось. На этом закончилась работа. Что такое форума 12? Ну, это расширено. Понимаете, дело в том, что если человек не специалист, и он должен руководить агентами, если он не отвечает на конкретно сугубый вопрос по сделке, ну, в принципе, скрипач не нужен. РОП. Смотрите, если говорить… Ну, сейчас не будем касаться этажей, я про орг структуры сейчас не буду говорить, наверное, про отдела продаж, но РОП для меня это человек, который управляет бизнес процессами. То, про что вы говорите, это руководитель группы продаж, который управляет непосредственно специалистами по недвижимости, он должен быть экспертом. РОП управляет цифрами, конверсиями, воронками и так далее. Он действительно может изначально быть не с рынка, но опять же я всегда строю на то, что если даже ты заходишь на позицию РОПа, ты сначала проходишь риелторскую практику. Ты должен сделать несколько сделок. Ну, сейчас не будем дискутировать, опять не уходить в частности, потому что это то же самое получится. Вопросы с точки зрения HR, HR циклов, процессов и вот того, что я ответила. Если есть, то я готова ответить. Про риелторов? Всегда. Начиная с обычного бейджика специалист, дальше идет старший, ведущий, эксперт, старший, ведущий эксперт и партнер. Конечно. И разные условия, у них разные преференции, у них разные возможности. С каждым новым статусом ты приобретаешь больше преференции от компании. Таня, у меня знаешь какой вопрос? Больше рекламный бюджет, возможности взаима от компании и так далее. Рекламные бюджеты, которые тоже растут. Таня, скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот ты сказала про то, что какая механика создания портрета кандидата? Вот что делать? Клиент, да. Берете своего клиента. На самом деле, эту статистику можно даже взять у банков наших, потому что они, как правило, анализируют своих ипотечных клиентов. А ипотечный клиент, он совпадает 95% с любым остальным клиентом, у которого есть наличка. Анализируете этого клиента, понимаете его возраст, пол, положение, какие качества, то есть что он. Потому что, допустим, вы должны же понимать, что сейчас турбулентный рынок, и клиент наш становится сомневающимся. Соответственно, если клиент сомневающийся, то агент должен быть уверенный в себе. Если клиент не может сформировать свою потребность, то, соответственно, риэлтор должен уметь. И таким образом формируется портрет. То есть, допустим, вот ипотечный клиент 25-37, последняя статистика, которую я помню от Сбербанка, 25-37. Соответственно, раз наш клиент в основном 25-37, то наш портрет риэлтора тоже должен быть в основном именно в этом диапазоне. Да, будут и младше, будут и старше, но основное должно быть, значит, 25-37. Я сейчас говорю про Москву. Я понимаю, что в каждом городе портрет клиента свой, и, соответственно, портрет кандидата тоже должен быть свой. В случае, я думаю, почему-то, что кандидат и клиент помоложе даже. Могу ошибаться. Вот, как хочу сказать, что наши руководители, ну, мы общаемся с чарами между собой, они все видят молодых, красивых, здоровых ребят, такие, как на подбор снимать, как с одного лица, да, как у полка кремлевский, и в дорогих костюмах, на хороших машинах, вот этот риэлторский подход. Я отлично, как и чар, я не сопротивляюсь политикой компании, я вижу это по-другому, что на каждого клиента весь свой продавец. Может быть, какой-то женщине 55 лет, которая там всю жизнь собирала эти деньги и под старость решила приехать по морю купить себе квартиру, тогда вот этот красивый, бравый, шикарный костюм и ботинок вывалит движной с моего Мерседеса, она просто напугается. А если к ней придет женщина, и ее живут просто, то мне не позволяет этого делать, поэтому вот я собираю информацию, что не буду. Твоя задача, да. Слово можно я скажу, я буду. Да, я сейчас тоже по ответ хотела добавить, еще относительно, допустим, гендерного, да, у меня наоборот всегда была история 60 на 40, и 60 было мужчин. Почему? Потому что для меня риэлтор – это человек, который надежный, который вызывает доверие, с которым безопасно. И вот чувство безопасности для меня, да, я понимаю, что сейчас где-то субъективно выдаю, но это мужчина. И вот мужчина, который в костюме, он действительно больше вызывает доверие, за его спину хочется спрятаться, ему хочется ответственность, надежность переложить. На рынке – это женщина, у нас женский бизнес, это надо признать. Бесценные мои. Если вы будете неправильно относиться к кадрам, к сожалению, у вас будет вот это с кошельком. Все верно? Если вы неправильно будете относиться к своим агентам, будет вот так. Как вы это делаете? Это волшебный кошелек. Если вы неправильно будете относиться к своим клиентам, будет вот так. Чувствуете, что нужно делать со своими сотрудниками? Шоу, шоу. Развлекать Неправильное отношение к вашим агентам вызовет у вас только это Прекрасный фокус Горят все ваши деньги, вот и все Это было мое финальное выступление, большое вам спасибо Прекрасно, спасибо, аплодисменты Файл-шоу Огонь настоящий, кошелек не пострадал, правильно, Александр? Конечно Супер Настоящий кошелек в другом кармане Вот оно что Коллеги, есть вопросы? К Татьяне И я тоже К Пономаревой Подходящий, нет, хорошего, плохого Есть подходящий, не подходящий У вас есть лидер компании, у вас есть собственник Первое лицо Вот то, какое первое лицо Спасибо большое Я вчера давала интервью на Авитоработке И говорила о том, что буквально недавно столкнулась с статистикой Когда кандидаты выбирают в первую очередь зарплату Во вторую очередь репутацию компании В третью лицо, первое лицо То есть в зависимости от того, с кем вы работаете Вы должны понимать, кто в вашей компании будет подходить Кто сможет в вашей компании работать А первое лицо должно развиваться А первому лицу надо подсвечивать тоже портрет клиента Он может быть не обращает на это внимания Ценность Коллеги, я хочу вам представить Татьяну Пономарева Можно я скажу бывший? Можно Бывший директор по персоналу компании «Этажи» Москва, именно Москва Да Ныне консалтер с большой буквы HR-эксперт HR-эксперт, работающий в проектах Да И, соответственно, знаешь, что я хотел сказать? Очень важный момент Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале выступления Татьяны Десяточка? Можно я немножко обнажу тебя? Давай Татьяна в настоящий момент бросила вызов Нацелена на подкачку навыков по публичным выступлениям И знаете, что очень важное? Когда мы работаем с клиентами Когда их от двух и более От двух и более Мы попадаем с вами в плоскость публичных выступлений К сожалению или к счастью Уж решайте вы сами Не всегда один на один Это то, что когда два плюс Соответственно, я знаешь, что заметил? Ты сейчас говорила о том В чем ты супер разбираешься, я правильно понимаю? Ты выглядела безупречно Спасибо Понимаете, да, сейчас идея? Важный момент Когда вы... А? Да, 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 извини Все, я о тебе больше не буду говорить Когда вы с клиентами Заботитесь с тем, что вы говорите Чтобы вы верили в то, что вы говорите Тогда у вас не будет проблем Ну, как минимум, проблема с тем Куда руки деть и прочее Небольшую ремарку внесу Потому что очень много проблем на этом выстроено К Татьяне вопросы? Переключаем канал? Идем дальше? Спасибо большое Давайте аплодисменты Как настроение? Талонки у человека, талонки у всех Спасибо за уточнение А можем немножко, я скажу про инфраструктуру? Конечно Можем я найти, пономарю от Таня И я буду рада с вами со всеми пообщаться И продолжать Татьяна, может напишешь здесь? Да, мы говорим Напиши здесь У нас, как получилось Два доклада Александр, Мария Потом мы перешли в дискуссию Соответственно, Татьяна успела в дискуссии Доклад сделать по А, Б, Ц, Д, Е А Е не было, только Д Сейчас я вам предложу На фоне того, что мы обсудили Разобрать историю от меня К вопросу, как делить пирог Актуальный вопрос? Ну, про пирог помните? Мы же спорим в кулуарах А у тебя как? А у меня 70% Блин, а как ты живешь? Это же не рентабельная модель, правильно? Надо же максимум 40 на 60 Многие это знают Миель меня учил этому Бест меня учил этому Ну, компания на Петровке учит этому Ну, 40 на 60 пирожок-то надо поделить, правильно? Чтобы бизнес жил Чтобы обеспечить агентов необходимым сервисом Вопрос, другой возникает Смотрите, давайте сразу хорошая новость К вам в воронку всегда залетят ваши птички Которые только с вами останутся Только надо будет поработать над тем, чтобы их удержать Я, несмотря на то, что вышел самостоятельное плавание По-прежнему 100% топлю за то, что в корпорате агенту лучше Чем в каворкинге или в модели в какой-то типа 80 на 20 Вопрос другой, не 80 на 20 А что получает агент в этой атмосфере? Понимаете, сейчас вопрос мой? Я хочу вам одну вещь подсказать, которая для меня была... Записали, кстати? Вот эту штуковину QR-кода нету, нарисовать вряд ли получится Но записать логин можно Смотрите Во-первых, хорошая новость Всегда в кормушку залетит ЦАшка своя, целевая аудитория Вы же какой-то портрет рисуете Идеальный портрет под лидера Согласны, нет? Лучше всего приживется В настоящий момент работаю в нескольких проектах, в том числе с HR-ами И мы там типа заморачиваемся Такая идея поступает от HR-а Надо нарисовать портрет Надо, значит, психотип его определить Надо, значит, что еще там надо сделать? Коллеги, коллеги, что еще можно сделать, чтобы в профессиограмму сложить? Ну, психотип имеет смысл понимать? Типологию личности изучать? Хард скилл и софт скилл Что такое хард скилл? Можете пояснить? Узкопрофессиональные навыки Человек с опытом или без опыта? Без опыта человек пришел У него нет узкопрофессиональных навыков В недвижимости Он не знает дорожную карту От звонка до распития шампанского после сделки Ну, в принципе, последнюю часть сделки Соображать можно, да? Как бутылочку распить Ну, проставиться, пирог принести Опытный агент Нужно изучить его узкопрофессиональную обойму Что он знает и как он это применяет Я не говорю сейчас про проблематику В первое интервью, во второе В процессе первых двух недель адаптации Не копаемся в специфике, да? То, о которой, в принципе, коснулось в деталях Мария Что есть специфика Петровки Вы со мной, коллеги? И то, что больше будет иметь значение И, соответственно, с нашей стороны С управленческой способность прогнозировать потенциал агента Это изучение его soft skills Личных навыков Не узкопрофессиональных Или по-другому называют мягкие навыки В кавычках берется Это про стрессоустойчивость Коммуникабельность Клиентоориентированность Давайте поперечисляем, что еще Привет, Марина Коммуникабельность Навыки продаж И он из другой отрасли Мог принести сюда свои навыки Другой вопрос Что если он был в мелких сделках Он продавал картошку Или кредитные карты Это одни навыки Навыки в крупных сделках Есть отличия И плюс мы находимся в системе Двойной заинтересованности В модели Нужно понимать мотивацию клиента К продаже К покупке И соответственно Работать над установлением контакта Две параллели таких Себя и решение клиента Продвигать Что еще из мягких навыков Вы помните Аналитические способности Вопрос Что такое soft skills Коллеги Смотрите Я такой немножко гротескный Пример приведу У вас у некоторых ручки в руках Они плюс-минус одинаковые Пластиковая обойма Внутри пластиковые стержни Металлический наконечник Вопрос Вы правша или левша? И если сравним все почерки Они будут разными Правильно? Одинакового нету Вот когда говорят про различность Это про soft skills Мы можем иметь что-то Предмет твердого в руке Пользоваться какой-то технологией Даже когда писал книгу Я немножко разбился о скалы Актуализации Различности soft и hard Чтобы было прям Блин понятно Потому что Множественная обратная связь В том числе на больших группах В компании Показывала Что не всегда так просто понять Что же за этот soft skills А это самое важное Что имеет смысл Понимать как портрет соискателя Другой вопрос Фильтры ошибки Вот о которых Мария В том числе касалась Я понял Не знаю разделить или нет Точный портрет Отдельный вопрос Какие бизнес-процессы И что мы делаем внутри Не будем сейчас копаться Что я хочу вам лайфхак предложить Как Во-первых К нам залетает целевая аудитория Наши На берегу мы не знаем Кто из них останется И сколько в течение Следующих полугода Двенадцати месяцев Но что нам важно На берегу сделать Чтобы актуализировать Для этого сотрудника Размер его ставки В нашей песочнице Сейчас я вам Где маркер Утащил его Упал Упал Смотрите Есть такая штука Я там потрудился В некотором месте Мы потрудились И расчертили Вот эту штуку Дорожная карта сделки Смотрите Традиционно Когда мы посещаем Блоки юридические На конгрессах Там расписывается Дорожная карта сделки Юридической безопасности сделки Понимаете да сейчас Задача Расписать дорожную карту От первого звонка От первого звонка Ну то есть Исходящий-входящий звонок Агента До Шампанского Причем я хочу обратить внимание Шампанское Это про рефлексию С руководителем После сделки И про Отметить праздник Что сделка закрыта Понятна сейчас идея коллеги? Не игнорировать Последний пункт Когда мы празднуем Первое Разобрать Прорефлексировать Как для тебя прошла Это сделка Какой опыт ты вынес Что ты видишь В этом для себя Как то что научило Тебя быть лучше Соответственно Что ты предпринимаешь В следующий раз По ряду Раз два три Того что мы разбираем Понимаете? Соответственно Следующая задача Вот у вас Какой этап интервью Когда Встреча с этим Соискателем Который уже у вас Взят Или тот этап Когда вы Обосновываете ему Процентную ставку Нужно Сделать Актуализацию Пунктов Дорожной карты Сделки Пунктов ДКС Смотрите Вы просматриваете Бизнес процессы Сделки В дорожной карте Вообще Их можно расписать В мелкую клеточку 250-260 Будет пунктов Вы об этом знали? Что если в более Самую максимальную Мелкую клетку Примерно 250-260 Бизнес процессов Не нужно столько У меня Это получилось Порядка 50-52 Пунктов Первый звонок Шампанское С рядом деталей И вы можете Отдельно Внутри Дорожной карты Сделки Детализировать Самые жирные Точки карты Первая это первая Продающая встреча Там огромное количество Денег спрятано С клиентами Понятно сейчас? Простите У меня Профдеформация Я запрашиваю Обратную связь Понятно? Не агрессивно? Раздражает может быть? Кого раздражает? Признайтесь Чем нелепее выглядишь На сцене Тем больше доверия К спикеру Вы знали? Не знали Я вчера узнал об этом Смотрите Предлагаю Лайфхаком В дорожной карте сделки Расписать отдельно Детали Первые продающие встречи Вступление в контакт Осмотр Интервью С собственником Соответственно Презентация Услуги Работа С возражениями Что там дальше идет? Что там дальше идет? Закрытие на следующий шаг Вот этого, да? Что? Брови-то звинули Вы пришли к продаже Мы по другому Показу Вы не поверите Это очевидно? Разве о том О чем я сейчас говорю Расписать детально Дорожную карту Внутри Жирной точки С деньгами Первая продающая встреча? Не очевидно Простите уж Мое смелое Экспертное Слегка инфо-цыганское Заявление Вторая точка Тогда где находится? Кстати Расскажите нам О продаже Я не продаю Я принимаю Зря То есть я правильно понимаю? Задача Вы можете не делать сделок Не делать продаж Но вы должны ориентироваться В маршруте Сто пудово Если вы хотите Заинтересовать Удержать Заразить человека Да? Вот этим погружением В процесс движения В продажах Показы Демонстрация квартиры покупателю Там куча потерь Постоянно У меня канал на ютубе Там 11 тысяч подписчиков Постоянно прилетает Постоянно один и тот же запрос По продажам Как показывать? Как потом общаться с покупателем? Цель показа В дорожной карте сделки Вы Смотрите еще важный момент Дорожную карту сделки Расписали Сейчас я напишу вам Третье Дорожная карта сделки Подскажет очень важный момент Какие регламенты Чек-листы Инструкции Гайды Опоры Файловые Можно Создать Подкорректировать Понимаете сейчас? Вадима, можно я тебе вопрос задам? И вообще вот К нашему обсуждению Где проходит этот Водораздел Того, кого я привлекаю В компанию И тот, кто проходит У меня проходной бал И будет как раз учиться Всему тому О чем ты говоришь И как определить Какие навыки Я буду развивать Конкретно у этого Новичка Будущего специалиста Вот Понял вопрос? Давайте Может быть Пропишем Того, кого мы берем На борт Вот тоже А как мы пропишем сейчас? На флипчате А вот в дискуссии Коллеги Вот что мы считаем Важным Маш, позволь я сейчас Закончусь Этой дорожной Очень скучной картой И мы перейдем К портрету Ну, некий ориентир Создадим Некий общий ориентир Коллеги Первое Дорожную карту сделки Расписали по пунктам То, что вы сочли нужным Примерно 50-55 пунктов Это тот ориентир Который вам поможет Ясно видеть В крупный мазок Второй момент От первого до шампанска От первого звонка Второй момент Важный момент Чтобы человек понимал Где вы ему помогаете А где он самостоятельно действует Вы актуализируете для него путь И соответственно Отмечаете точки Где он сам А где он с вами А где вы за него Делаете что-то В сделке Очень понятно Зачастую многим становится А почему у тебя 30 У кого есть 30% ставка в компании? Сегодня искушенные И эти Осведомленные Задаются вопросом А почему 30? И у стажеров тоже возникает А не маловато ли? И некоторые дают Супер бонусную ставку На первые две сделки Есть компания Которая дает 40% А потом снижают Вы видели таких? Отработка возражений Предполагает Отсутствие сомнений На выходе Правильно понимаю? От нуля чего? Ноль 80% от нуля Это ноль Да, 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 окей Понимаю, да, согласен И соответственно Наше умение продавать Также основано на том Какими знаниями мы обладаем Как продавцы профессии И соответственно Какие инструменты опираемся Я вам предлагаю Дополнительный инструмент Если вы не использовали Дорожная карта сделки Продавца Не юриста А продавца И соответственно Для того, чтобы вы Смогли эффективнее Выстроить систему управления Взаимодействия с агентом На эту дорожную карту Сделка по точкам Наслаиваете различные файлы Регламенты, чек-листы И так далее И вы понимаете Что в какой-то точке карты Необходим некий файл Ну там скрипт Или инструкция По поддержанию обратной связи С руководителем Например, в дорожной карте сделки Есть точка Занесения информации в CRM-систему Имеет смысл под эту точку Прописать инструкцию Для агента Понимаете, да, сейчас? Или, например, есть пункт Предположим, поддержание Обратной связи С руководителем То есть обратная связь Разбор кейса Вопрос, в какой части Дорожной карты это происходит И какая инструкция имеется Для того, чтобы агент Мог опереться, подсмотреть Чтобы вы не были вечным Как Мария сказала От лекций к формированию навыка Нужно переходить А не постоянно давать Много постоянно по кругу Одних и тех же знаний Соответственно, я пока закончил Может быть, есть у вас вопросы По этой штуке? Вообще, вы знаете, хороший вопрос Вы задали Я ее упаковал Самостоятельно Заплатил деньги за упаковку 7 тысяч рублей Этому дизайнеру И выставил ее в свой магазинчик За полторы тысячи рублей Подождите, подождите Я же не предлагаю вам покупать Прошло время Где-то полгода И у меня, значит Разные всякие штуки происходили В школе В проектах И я изменил свое отношение К этой карте И, соответственно Прошу вас написать мне в личку И я Предложу вам Вариант Как я готов с вами поделиться этим Может быть, даже и не за деньги Нет цели заработать полторы тысячи На этой карте Я вам сейчас предложу версию Что вы говорите? Да, сейчас я соображу Я же без презентации Спонтанная была перемена фигурок На этот семинар Давайте я вам дам Инстаграм, ладно? Орехов Нижнее подчеркивание ВВ Три одинаковых буквы Через нижнее подчеркивание Коллеги Вы подписываетесь? Пишите в личку ДКС, например А мы с вами найдемся Ладно? Пообщаемся Потому что я Не было целей Но я понимаю Сегодняшнюю дискуссию И очень важный момент Для удержания Актуализации Вот этого Процентного пирога Да? И проблемы И скалы Которые мы бьемся Я знаю И понимаю Что многие агентства До гробовой доски Не будут переходить На систему Выше 60% И можно работать Не только потому Что к вам Свои птички залетят Но и потому Что можно работать С людьми Именно как Человек с человеком Об этом Мария коснулась Александр Я слышал Построил тему На тему Вокруг денег Мы выкупаем Рабочую силу Даем много Но я знаю Я знаю много Кто в макромир Зашел Рассказать И ни хрена Не зарабатывает У меня есть знакомая Которая Работала В одном из офисов Московского Франчизи Не буду говорить Какого И получала Там 45% И она такая Как Александр Сколько пальцев Приложил к колбу Когда я показывал Этот жест Три Блин Я хочу зарабатывать Больше Потому что Я хочу больше От пирога Пришла в коворкинг Под 100% В следующие полгода Ноль Потому что Знаете почему? А потому что Этому человеку Нужен было плечо В виде кого? Ропа Или наставника Но она Этого не понимала У нее это Бессознательно было А Роп По ходу дела Немножко идиотом был Давайте уж честно У нас тут сегодня Обнаженка идет А завтра я буду Политкорректом Но честно По чесноку Поговорим О портрете Портрете А простите Да пропустила Извините Кстати Хочу вам Седышева и Юлию Предоставить Да здравствуйте Мы завтра будем С Юлей вести семинар У команды Да Всех приветствую Меня зовут Юлия Седышева Я руководитель Направления Подбора персонала Группы компании МИЭЛ Вот и собственно говоря Возвращаясь к вот этой Замечательной картинке Про дорожную карту сделки Вопрос Вадим К тебе Скорее всего Вот На каком этапе Ты говоришь Что ты работаешь В том числе И с HR Специалистами На каком этапе Собеседований Или там Возможно У вас есть еще Какие-то там Дополнительные этапы Вы обсуждаете Вообще схему Вознаграждения Так скажем С кандидатом Вот И собственно говоря Измеряли ли вы В общем-то Что влияет на выбор Того или иного кандидата Именно Просто мы В нашей компании Проводили исследования И В общем-то Исследования мы проводили Именно по тем кандидатам Которые приняли наш офер И вышли к нам На работу в офисы И собственно Что мы получили Основной мотиватор Так скажем У тех людей Кто вышел к нам На работу Это не деньги Открою вам секрет Вот Примерно По-моему У нас там 65% Это была именно Личность руководителя И собственно говоря Что мы сделали За последние полтора года Мы максимально сократили Так скажем Вообще Путь кандидата То есть Вот эта тема С тремя собеседованиями Меня очень сильно Заинтересовала Вот Представьте себя На месте соискателя Что вы Видели там За последние полтора года Условно говоря Я не говорю Про сегодняшнее время Сейчас время турбулентности И в принципе Давать какие-то прогнозы И Я не могу Я думаю Что вы тоже Я к сожалению Не наблюдаю Какого-то Восвобождения Колоссального людей К сожалению Мы не та сфера Куда Собственно говоря После Увольнения Сокращения Восвобождения Ринулись все люди Поверьте Они Пойдут Искать работу В какие-то Смежные специальности В первую очередь А потом Уже После там Нескольких Отказов Они возможно Придут в недвижимость И Возможно Для себя Станут рассматривать Вакансии Агентов По недвижимости И тут Вот у меня Вопрос Как я уже Говорила Мы максимально Сократили Путь кандидата И собственно Говоря У нас Основную Презентацию Вакансии Ведет именно Руководитель Отдела Стажеров К кому Собственно говоря И попадает Кандидат И там Он уже Конечно Рассказывает Всю историю И собственно Говоря У нас есть Несколько техник В том числе Как вести Собеседование С чего Начинать И так далее И в первую очередь Мы презентацию Вакансии Начинаем Именно С выявления Мотиваторов Человека То есть Зачем Он вообще Пришел Что ему Сейчас Нужно И поверьте Вот эта История С процентами Она не Самая Главная И открою Вам Возможно Не такой Маленький Секретик Но К сожалению Когда они Выходят Собеседование Они Вот Эту Схему С процентами Они Практически Не помнят То есть Они выходят В первый день И у них Просто Такое Обнуление Они такие Начинаем Разбираться Как собственно Говоря И вообще Выстраивается Вся система Вознаграждения И тут Вот у меня Вот этот Большой Гигантский Вопрос Вот это Мы Когда Обсуждаем И зачем Телефон В холодном Звонке Вы Жутко Жутко Хорошо У нас Стиль Стендапа Я понимаю Я согласен Что Не самое Главное Процент И люди Забывают О процентах Поэтому Я предлагаю Копаться В ДКС Уже Ключом Ключом Когда Человек Вышел В офис У нас Здесь Сегодня Тема Привлечения Правильно Я понимаю Борьба За таланты Вадим Тебе Двойка Александр Мне кажется Побил Вообще Сегодня Все рекорды Вот Поэтому Ну Не доигрываешь Больше Больше Эмоций Вот Я не доигрываю Да Где Эффекты Где Спецэффекты Вот Поэтому Прошу прощения Поэтому Прошу прощения Что взяла Инициативу В свои руки Вот Давайте Да Поговорим Про Привлечение Мне Прям Вот Интересно Посмотреть Что происходит В регионах Потому Что у нас Большая Сетка Есть В том Числе Региональные Офисы Иногда Вот Когда Мы Касаемся Проблем Именно Подборов В регионах У меня Встают Волосы Немножко Дыбом Или Сидеют Вот Поэтому Давайте Поговорим Какой Ваш Портрет Кандидата А дальше Я уже Раскрою Мои Хорошо Начинаем Просто Аш Да Очень круто Хорошо Начинаем С секретиков Вадим Нас Сегодня Куда-то Уводит В сторону Да 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 Давайте Говорить Про Портрет Кандидата Собственно Говоря Какой Он У вас Я Расскажу Какой Он У нас Начну Историю С того Что У нас Примерно Где-то Год Назад Стартовал Один Из Проектов Который Я Активно Курирую И В общем Мы Пришли К тому Что У нас Помимо Точечного Подбора Классическая Такая История Когда Каждому Руководителю У которого Свой Людей До 30 Лет Вот Мы Решили Отойти От этой Истории Вот И В общем То Мы Решили Создать Новую Технологию Технологию Массового Подбора Персонала И Собственно Говоря С чем Мы Столкнулись А столкнулись Мы с тем Что Мы Решили Максимально Расширить Портрет Кандидата Потому Что Мир Меняется Я думаю Все Кучу Рас услышали Про мир Бани И тому Подобное Как И то Что Не работало Условно Там В 18 17 Году Оно Может Работать Сейчас Вот Серьезно То есть Если Я Сейчас Вам Скажу Что Условно В 21 Году В декабре Что-то Не работало Сегодня Это Может Работать Поэтому К чему Мы Пришли Мы Пришли К Максимальному Расширению Портрета Кандидата Мы Стали Рассматривать Кандидатов От 20 До 60 Лет Причем У нас Бывают Еще Исключения Если Кандидат Супер Хорошенький Это Может Быть И Кандидат 65 Лет Вот Так Вот Мы Посмотрели У нас Нет Никаких Гендерных Предрассудков Более Того Там С момента Старта Этого Проекта У нас Увеличилась Наконец-то Доля Мужчин В Компании Аж На Целых 6 Процентов Для Нас Это Просто Супер Победа Вот У У 53 Года Кто Бо Что Говорил Но Мы Не Вечные К сожалению Люди Уходят На Пенсию Они Устают К сожалению Они Могут Даже Умирать Поэтому У нас Была Такая Еще Глобальная Задачка Это Омолодить Наш Коллектив И Собственно Говоря Мы Расширили Максимально Портрет Мы Убрали Всякие Предрассудки Какого-то Национального Признака И так Далее Потому Что Были И Такие Это Прям Супер Секретик Я Вам Сейчас Рассказываю Вот С чем Мы Столкнулись Мы Столкнулись С гигантским Сопротивлением Руководителей И бились Мы С этим Примерно Где-то Полгода То есть У нас Приходили Люди Им Отказывали Потому Что Скорпион Там Я не знаю У него В 12 Доме Рак И Еще Что-то Такое Вот И В общем-то Да Мы Столкнулись С гигантским Сопротивлением И Тут Я Не Скажу Что Была Какая-то Там Супер Таблетка У нас Все Так Хоп И Получилось Не Получилось Это Прям Была Такая Тихая Методичная Война Каждые Две Недели Мы Собираемся У нас Встреча Руководителей Где Мы Говорим Ребят Мир Изменился Смотрите Посмотрите Статистику Сейчас Абсолютный Рынок Кандидаты И так Далее Вот И В общем-то Где-то Через Полгода У нас Были Такие Руководители Которые Сразу На все Согласились Такие Окей Все Принимаем Мы Готовы Экспериментировать Собственно Говоря Через Полгода Мы Уже Увидели Первые Результаты У нас Некоторые Офисы Полностью Укомплектовались И Как раз Через Полгода Те Наши Стажеры Вот Эти 20-летние Которых Не Брали Вот Эти Мамочки С детьми С маленькими Они Начали Приносить Большие Деньги Собственно Говоря Мы Уже Руководителем В финансовом Эквиваленте Доказали Что Окей Технология Работает Ребят Принимаем Вот Поэтому К сожалению Никаких Секретов Нет Я Всегда Сравниваю Процесс Поиска Риэлторов Агентов По Недвижимости С Процессом Вымывания Золота Вот Чтобы Вам Золотиночки Вот эти Вот У вас Они Были Там Да Вам Нужно Кучу Песка Прошерстить Грубо говоря Вымыть Поэтому Здесь Никаких Секретов Нет Это Широкая Воронка Юль Да Мы Тебя Благодарим Смотри Давай Мы Вернемся К вопросу Обсуждения Портрета У нас Еще Один Спикер Есть И Вот Этот Очень Важный Момент Который Я сейчас Услышала Что Вы Расширили Воронку Практически Открытые Ворота Или Все-таки Есть Какие-то Критерии И Я Предлагаю Это Чуть Позже Обсудить Есть Определенные Критерии Но Они Небольшие Хотелось Услышать Все-таки Коллег Как У вас Обстоят Дела С Портретом Кандидата И Какие У вас Есть Да Мы Юль Продолжим Это Делать У нас Сейчас Еще Один Спикер Спасибо Юля Спасибо Большое Мы Вернемся К этому Вопросу Коллеги И По существу Обсудим Хорошо Посмотрим Квартиру Навито Давай В новостройке Тогда с отделкой И Балконом И Кухней Побольше Настраивайте Удобные Фильтры И Ищите Новостройки По вашим Настройкам На Авито Самый Большой Выбор Объявлений О Продаже Квартир В Москве Я Нашел Свою Квартиру На Авито Самый Большой Выбор Объявлений О Продаже Квартир В Москве Квартир Субтитры создавал DimaTorzok Важный кейс, интересный кейс Хочу представить вам Галину Аптулину Наверняка, если вы посещаете не первый раз конгресс Кстати, кто первый раз? О, какие молодцы! И вы в Сочи первый раз? Вау! Да не, не надо, подождите, что говорить не надо Мы тут по существу хотим кратце, чтобы народ не утомлять Галина Аптулина является маркетологом Профессиональным маркетологом для агентов Правильно трактуем? Спасибо Ну да, я приглашенный тоже спикер У меня вот тут вот Бордин так, холт так Иди-ка туда вот, да, расскажи-ка И я, вы знаете, совсем прям вот на конгрессе Я прямо сама не ожидала Думаю, надо с вами поделиться Потому что я встретила компанию Которая у меня брала уроки по обучению ведения инстаграм Ныне экстремистской признана Помните, да? То есть всегда, если говорим инста Значит, мы вот эту присказку говорим Иначе вот меня записывают, например Вот, ну и собственно мы как бы ее не можем на самом деле развивать Инстаграм Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны Вот, я хочу, знаете, какие моменты Вот то, что у нас сейчас борьба за агента Вот я как бы понимаю так тему, да? И вопрос привлечения, это тоже очень актуальный Вот сейчас как раз вот Юля сказала, да? То есть что мы не увидели большого количества высвобождения кадров Чтобы можно было их к себе пригласить Ну, смотрите, я так понимаю, что почти все, наверное, ведут То есть набор персонала То есть все знают, какой отклик и так далее Вопрос какой? Вот я сейчас как раз к кейсу к этому приведу Я на, в марте, как только вот у нас вот это шибануло в конце февраля Да, то есть в марте что у меня? То есть я в основном, конечно, сейчас соцсети даю Но я видела вот это непонимание, как двигаться дальше Неуверенность, хаос такой в голове, да? И естественно у людей, у агентов, да? И у директоров тоже встал вопрос А как дальше зарабатывать деньги? Был такой момент, коллеги? Был такой момент И в первую очередь, естественно, так как у меня, например, есть Пакет документов риэлтор Там есть маркетинговый план То есть что такое маркетинговый план? То есть это набор услуг, по сути, да? Которые мы можем предложить клиенту сделать И мы, как правило, это сделаем только в процессе сделки Но вот у кого какая длительность сделки? Два-три месяца Сколько у кого? Три месяца Да, то есть, ну вот, ну разное как бы, да? И вот я тоже сейчас как раз с директором разговаривала Он говорит, слушайте, говорит, у нас некоторые сделки полгода Вели, и в марте их нет И, соответственно, дохода нет И в первую очередь, что как бы я для своих предложила Вот вебинар, когда проводила в марте Я говорю, ребят, возьмите свой бизнес-процесс сделки Вот как раз ДКП, вот сейчас вот тоже очень хорошо Вадим сказал И вычлените те услуги, которые мы можем продавать клиентам Быстро, сделать быстро, вот единоразово Как бы, да? Вот как у меня на курсе пришел, отучился и получил результат какой-то И вот здесь точно так же То есть, какую услугу, например, мы можем сделать клиенту Пусть она будет, естественно, она будет дешевле, да? Потому что сейчас процесс продаж поменялся Вот я на выступлении сегодня об этом говорила Во-первых, горизонт поменялся, то есть он намного меньше А во-вторых, мы быстрее можем продавать То есть не надо вот этих вот огромнейших воронок Там вот, ну, продаж, прогревов То есть это сейчас в принципе не нужно Сейчас объясню, к чему, то есть вы, скорее всего, меня поймете И вот эти вот мини-услуги То есть, во-первых, их можно продавать сразу Вот это то, что я раньше говорила Например, там продажи в лоб не работают в соцсетях То есть сейчас все работает Вот как Юля сказала, мы вернулись там на несколько лет назад То есть продажу, продажу можно сейчас сделать легко Вот, и мелче, мельче услуги быстро сделать можно Что для директоров, смотрите Вот что, как бы у меня сейчас директор сказал по статистике У нас увеличилось количество резюме и количество прихода на собеседование Заметили этот момент людей все-таки Почему? Потому что, да, есть люди, которые все-таки остались Ну, не у дел сейчас, да, в крупных компаниях Они пойдут однозначно искать Вот для того, чтобы нам их привлечь А по сути они в первую очередь это доход То есть у них есть ипотеки, знаем, да То есть у них там есть определенные там детские сады и так далее Им надо это платить То есть им нужен доход, причем в первый же месяц Почему они к нам рассматривают в последнюю очередь? А потому что они приходят, им говорят, сделка Ты первые деньги через три месяца получишь только, да Ну и у директоров такое, знаете, такое непонимание вообще Когда вот я мини-видео тоже у себя в ВК выкладывала Говорю, ребят, разделите и научите новичков продавать короткие и быстро услуги Которые ты продал, сделал, заработал пусть 40%, но он заработал здесь и сейчас И в результате мы с вами можем выйти на как бы доход агента, ну совсем неплохой Вот если, например, у него там в среднем по Москве 150-200, да То есть там мини-услуг, он просто их продаст, не одну сделку сделает, да То есть 200 тысяч он закроет А он сделает, например, там продаст по маркетинг-плану там 10 Своим же друзьям и знакомым, потому что список стоит И в первую очередь на что мы делаем упор, когда новичок приходит Согласны со мной? Это вот первый момент И почему особо, он говорит, у нас процент вот резюме этих, то есть больше стало Людей приходит, но на работу выходит вот на обучение такой же процент Почему? Потому что у людей сейчас вот это, ну я посмотрю Я про мониторе рынок сейчас, да? Да, позиции вот непонятные как бы, да? И смотрите, что в этом случае, вот я для них предложила, им это стало интересно Мы когда делали инстаграм, а у меня есть программа прям, ну пошагово такая То есть оформление, там посты, там stories, там прямые эфиры И мы там на одном месте застопорились, когда прямые эфиры надо было проводить И сразу он говорит, я не хочу, я не хочу, и мы вообще друг на друга перекинули И инстаграм весь свелся к тому, что они просто своих вот агентов, он закрыл сделку Фотку выложил, вот новичок закрыл сделку Там корпоратив какого-нибудь отмечают, они там вот фотку Ну то есть вот этой дружности И смотрите, я конечно им говорю, ребят, ну у вас там контента не хватает, вы там ну ничего не даете, да? Он говорит, ну по сути у нас задача-то решилась, вот как вот ни странно, да? Если их найдете, агентство АЭН-навигатор, вот в инсте, можете посмотреть Мы сейчас, наверное, в ВК будем все переносить И он говорит, у нас вот кто агенты-новички приходит, то есть что складывается впечатление Что у вас успешные агенты и новички прям в первый же месяц закрывают сделки То есть я перехожу плавнее к соцсетям и к автоворонке, поняли, да? Потому что это моя тема, вот я там глубоко, вот что-то вы обсуждали, я вот точно не влезу, да? То есть это не моя тема, но то, что вот касаемо соцсетей, создания вот этого бренда То есть почему агенты, вот новые люди, да? Они однозначно могут рассмотреть предложение наше с вами о работе как агентом в агентстве Потому что 100% они будут вас мониторить в соцсетях Кто от агентства ведет аккаунт? Не все, понимаете? Да, то есть именно как создание бренда Попить нету? Я свою сейчас Сейчас, коллеги, я прям докончу немножко у меня Да, вот смотрите, вот здесь вот та же самая, вот да, почему? То есть да, на молодежь, то есть от 100% это, во-первых, это быстрое потребление, да? То есть помните вот зумеры, например А во-вторых, что неизменно? То есть первая вещь это то, что люди будут как решать жилищный вопрос, так и будут Второй вопрос, мы все всегда и будем, и будет этот охват увеличиваться, мониторили информацию в соцсетях Вот, и почему один из плюсов, да, то есть один из моментов, почему человек может принять решение работать в нашей компании Это вот этот вот момент, да? Это по соцсетям И последнее вот по автоворонке, что хотела сказать Вот этот вот, как сказать, условно-ручной труд, да, то есть прием резюме, отсеев, собеседование, вот эти вот вещи Я сейчас им как раз предложила перенести в автоворонку То есть что такое автоворонка вообще? Когда она собирает заинтересованных людей, вот рекламой, да, люди попадают к вам, там, может быть, за бонус, может, еще за каким-то предложением, да? Здесь все точно так же, как и с клиентом, помним, да, то есть 3-5% это те, кто готов сейчас сделать сделку Остальные, это отложенный спрос Вот здесь та же самая картина Если нет времени, там, особенно небольшая компания, разбираться с процессом вот этим вот, там, резюме, там, их куча, тратить свое время А вдруг он не придет, я сама ропом когда-то работала, я знаю, что это такое Когда-то там весь день расписано, а тебе пришло там 2-3 человека Вот, и вот это вот, автоворонок не было тогда, ну вот я когда работала А сейчас этот вопрос привлечения, прогрева, и если ты реально хочешь, вот ты оставляешь уже заявку, и ты можешь прийти там реально на собеседование Ну вот это как вариант, как бы вам подумать Вот, спасибо большое Если есть вопросы, могу ответить, и, наверное, на презентации есть мой QR-код, можешь найти его, чтобы кому будет актуально, могли бы там подписаться Для вас, коллеги, готовы, я, конечно, готовила больше по соцсетям, сейчас я перехожу, перешла уже на ВК, всех перевожу на ВК, ну плюс Telegram еще в доп, да, то есть это потому что мессенджер Сочи, найди в ЖК Сочи Да, и там в самом конце Галина, у меня вопрос Давайте пока, да Я здесь, сзади Галина, смотрите, а есть у вас уже кейсы, когда в текущей ситуации стажеры переориентированы были на продажу вот этих вот коротких маленьких продуктов и выходили на первые деньги быстрее? Маш, нет В текущей ситуации Нет Это вектор, который вы видите Да, вот как бы, возможно, вот это будет очень актуально Это как вариант, коллеги, я не говорю о том, что вот надо прям 100% вот взять вот так вот сделать Но вы, скорее всего, вот кто-то, если Александр Бордюк, знаете, такого, да, то есть это вот руководитель из Владивостока, я что-то его сегодня не видела Но он очень часто вот именно в управленческом и вот в разделенном функционале всегда выступает, как директор, да И вот у него вот эта вещь очень хорошо работает То есть, когда новичок пришел, он, у него определенный функционал вот по этой вот ДКП Он его сделал, он выполнил сегодня, все, ему не надо ждать, когда сделка закроется до конца То есть, по сути, это уже как бы, ну вот есть Вот у Бордюга можно спросить Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос А что вот касается вот этих маленьких сделок? Я вот немножко недопонимаю, что такое вот эти маленькие сделки? Например, давайте приведу, сделать фотосессию после холмстейджинга, написать продающий пост для там Авито, ЦАН и так далее То есть, даже если, например, человек сегодня не готов продавать объект недвижимости, он говорит, да Ну смотри, что произошло назад, сколько, 2-3 дня назад, ставка на 3% упала Что произошло, люди, не-не-не, я подожду еще процентно, сейчас ипотечная ставка упадет Что происходит-то? Агенты, ребята, деньги где? Понимаете? Вот, и вот этот вот, например, готовые там, готовые фотографии, готовые посты, да То есть, ну и что? То есть, вот, ну ты сегодня не готов продавать Заплатил, да, то есть, я тебе там, готово все Вот, и он может выставить и может работать без агента в следующий раз, например То есть, это можно просто обосновать клиенту, но при сегодняшней ситуации, извините, да То есть, если так продолжится, мы можем в серьезную лужу-то попасть И мелкие вот эти маленькие вещи, они очень хорошо могут Не просто там, мы же что привыкли, у нас либо сделка, либо там юридическое сопровождение Ну, как правило, у агентов, я больше ничего не вижу особо Ну, разработайте вот это, диверсифицируйте свой портфель ассортиментный Вот о чем речь идет Ну, это прорабатывать надо просто, работать над этим надо Если говорить, коллеги, в продолжении сказанного о быстрой сделке новичка То, если у вас сделка полного цикла, вы не доробите услугу вот так мелко, как вот Галина сейчас рекомендует То в любом случае у нас есть более быстрые сделки, это новостройки, очевидно, это проект 100+, да, сфера влияния И работа с покупателем, да, все-таки цикл сделки с покупателем быстрее, очевидно Да, коллеги, у меня не вопрос, я хотела тоже поделиться несколькими лайфхаками, как сейчас говорят Можно я тогда закончу и вы тогда продолжите, я тогда, наверное, побегу Ребят, вот это вот ВК личный, да, то есть там есть переход на группу Вот это вот сделки ап, мой телеграм-канал Подпишитесь, там, во-первых, про маркетинг, про привлечение, про автоворонки Мы прям будем буквально в мае вебинары, то есть 19-го я буду про ВК более подробно, да И для вас я приготовила 20 мини-уроков по старту ВК То есть это по личной странице, правда, да, то есть не по группе Вы можете их получить в первый закрепленный пост, переходите, выбирайте, сразу приходит Спасибо большое Спасибо, давайте по кнопкам Отлично Коллеги, хотела поделиться несколькими такими вот лайфхаками, что использую у себя Значит, зовут меня Колесникова Наталья, город Воронеж, владелец компании «Четыре комнаты» Компании, как говорят, в прошлом... А, вчера Вчера 18 лет было, то есть достаточно большой опыт И, в общем, на прошлом конгрессе я была лауреатом премии, как лучший эксперт, лучший директор агентства от 30 до 100 человек Несколько расскажу вам просто вот фишек, которые я у себя применяла Значит, что касается новичков В свое время мы формировали рекламный бюджет, вот как бы хочется, чтобы новичок быстрее зарабатывал И ему давали денег на рекламный бюджет Вот, ну и также точно, чтобы не было это просто выброшенными деньгами Мы предполагали такое Чем больше он объектов несет, больше хороших фотографий Там 100 рублей, 500 рублей И у него так вот копились, копились, собственно, деньги Которые он мог дополнительно потратить на рекламу Хотя у новичка в первый месяц 5 бесплатных объектов 7-10, но это дополнительные деньги, которые он мог либо забрать, либо потратить на рекламу Вот, значит, таким образом мы быстро пополняли базу объектов Ну, потому что они что-то получали И новичок тем временем не уходил Потому что иногда, ну, в смысле, мы проводили само получение после сделки То есть, если он только внес объект и больше ничего То опытный риэлтор продал его объект Он получает с этой сделки деньги Но получает он тогда, когда объект продастся А если он уйдет, ему никто перевод не сделает Вот, это тоже входило в систему некого удержания Значит, как я набирала команду? По сути, каждый год я по тесту инограммы Ну, вот, собственно, кто знает Такое, забейте в интернете инограмма По такому тесту я опрашивала 10 лучших специалистов своих Значит, что было удивление, что я получала практически одинаковый результат Что такое лучшее? Я брала первую десятку самых зарабатывающих людей Для меня комфортных Ну, которые там не звездили, не скандалили, в общем, ничего Вот, и это была для HR установка, что подобных людей, как он видит Они прям требуют прямо приема на работу Ну, то есть, для них лучшее условие Потому что эта приживаемость в команде была очень высокая Потому что фактически я снимала портрет кандидата со своих лучших специалистов Вот, это вот первая тема была Вторая тема, значит, подбирая Конечно, подбирая персонал В общем-то, я еще рассматривала тест Одизиса Но он только в паре Обычно он повторял инограмму Потому что если они давали разные результаты Значит, где-то кто-то наврал Ну, то есть, не так получалось То есть, тест Одизис показывал нам роли в команде Я понимала, каких специалистов мне не хватает И я сравнивала с тестом Одизиса менеджера Понимала, что с 10-ю клоунами цирк не построишь Поэтому, значит, если менеджер может усилить своими личными качества этого специалиста Я подавала, например, у него контроль Был в хорошей стадии административные навыки Были природные условные, вот, или там прокаченные А специалист, агент становился такой, который любит помогать людям Но совершенно не контролирует количество своих действий Например, 150 звонков и ни одной встречи Ну, вот так вот Какие-то вот такие вещи То есть, все они были применимы Все они давали свой хороший результат Я на сегодняшний день, вот, ну, понимая за этот месяц Как вывести людей Они не увеличились в количестве Я не знаю, может, кому-то прибежали очень хорошие специалисты У нас нет, скорее всего, мы получим таких специалистов Но на управляющие должности хотят Пока идут люди, которые, вот, приходит маркетолог, говорит Хочу 150 тысяч Вернее, так, получал 100, хочу сейчас 150 Вот, что, вот, не из нашей профессии То есть, мне еще предстоит в него хорошо вкладываться Вот, примерно так Правильно, только кто ему 150 тысяч за это даст А, да, ну, это разговор-то я так с практикой Спасибо Спасибо Ну, я, собственно, как практик Я себе понимаю, что я для этого делаю Конечно, это время мы сейчас активно начинаем обучать У меня несколько вариантов школы было Уже, наверное, седьмой вариант подстраивающийся Потому что с 98-го года работаю Как говорил здесь Александр Ну, вот эти вот все кризисы проходили И поэтому точно понимали, что надо сегодня делать Сегодня, конечно, надо специалистов обучать И давать точную стратегию поведения Совершенно уверенную В хорошем внутреннем состоянии Потому что это то, что должен делать руководитель И то, что должен делать HR Считаю ли я, что HR должен пройти обучение коучинга? Да, то есть это должен быть сертифицированный коуч Чтобы вовремя ей нужно помогать Пройдя сама такое обучение Я его проходила не с целью давать, так сказать, сеансы или уроки А с целью поддержания и вывода своих специалистов на ту позицию То, что HR должен пройти, безусловно И тренироваться он на своих сотрудниках Чтобы поднимать и их держать в хорошем внутреннем состоянии Потому что, как бы кто ни говорил У риэлтора все равно те три точки в треугольнике места Время внутреннего состояния Где местом являются объекты А вот, собственно, внутреннее состояние То, как он себя ощущает И время то, сколько он уделяет работе Поэтому, как сейчас, продолжает быть то же самое Риэлтор не может быть на двойной занятости Если он не обладает определенными навыками Или способностями Большим кругом знакомств Умение контактировать во всех местах Ну, я не знаю То же самое все происходит Поэтому, я считаю, что, конечно, позиция HR крайне важна в компании Это буквально второй человек Потому что он формирует команду Он следит за всеми Ну, вот, приблизительно так Спасибо большое вам Спасибо, Наталья Вы знаете, у Марии Григорян По-прежнему Огородникова была же Есть идея Польза для вас Зафиксировать ряд тезисов Которые мы сегодня проговорили В лице различных Да, мы сегодня Коллеги, у нас такая живая дискуссия получилась И она сейчас, я думаю, мы ее продолжим Давайте зафиксируем то, что мы обсудили Чтобы можно было к этому потом еще вернуться Мы начали с того, что Про что говорил Александр Квалифицировать, классифицировать Кого мы ждем? И как с ними работать, с нашими кандидатами? Вот эта вот история Вот этого квадранта Зумеры и бумеры Там и так далее Кого ждем? Дальше мы коснулись вообще Составления портрета Этот у нас Тема еще остается открытой Мы предлагаем это обсудить Про что говорила Татьяна и что я полностью поддерживаю То, что у каждой компании Будет свой портрет Более того У каждого руководителя Будет свой портрет То, о чем говорит Юлия То, что у нас сейчас Границы этого размываются И в том числе Мы расширяем границы Сознания Ропов Кого он готов принять Насколько это будет болезненно И насколько долго этот процесс займет Вот я предлагаю сейчас обсудить Дальше мы с вами поговорили о том Что Можно сделать быстрый Как сделать быструю сделку для стажера Как вывести на быструю сделку Дополняйте меня Если я что-то забываю Это то, о чем говорила Галина В части Возможно ли у нас сократить Вот этот цикл Который для вашего города является Трехмесячным Месячным До того, что он быстрее на сделку выйдет И что это может быть Какой полуфабрикат Будет продавать ваш стажер Дальше О чем я говорила Я говорила про удержание звезд И видим мы сейчас В нашей дискуссии Мы вообще от этого вопроса ушли Я думала для нас Это будет важный вопрос Но видите Мы все равно обсуждаем новичков Как удерживать звезд Если хотите Давайте вернемся к этому вопросу Звезд в кавычках Размер вознаграждения Размер комиссии Мы сегодня полемично Очень обсуждали Размер комиссии О чем говорил Вадим Вадим говорил о дорожной карте Сделки Новичка И как мы Создаем весь инструментарий Как мы к этому инструментарию возвращаемся Дорожная карта новичка Карта сделки И как она ложится на запуск новичка Сделки Что еще обсуждали Таких тем коснулись Мы совсем не коснулись тем Как мне кажется Очень важных Связанных с навыками РОПа Хотя это одна из ключевых вещей Насколько она важна нам Для нашей аудитории Сейчас поднимите пожалуйста руку Вот так вот Чтобы мы обсудили вообще Что РОП должен делать Так Ну не всем это важно Кому важен больше набор Набор Так Остальные Руки не поднимайте Вам что Набор Набор Или запуск новичка Давайте так чуть проголосуем Набор Да Ну а запуск новичка Кто будет делаться РОП участвует Ага Да Как Ну РОП участвует В адаптации он участвует Участвует В постановке навыков Он участвует Участвует За результат Доведения его до первой сделки Отвечает кто в компании Ну это вопрос открытый Ну РОП Смотрите Обучение Он же тоже участвует В улучшении Зачаточного навыка Который условно говоря Дал ему бизнес тренер Вот Да Да Насколько короткая задача Постановка задачи Которую делает РОП Можем этот вопрос обсудить Давайте тогда А сколько у нас еще времени есть Полчаса до семи Давайте Вернемся к вопросу Который открыла Юля Какой у нас портрет кандидата И как нам Соединить Чайни РОПа В части того Кого он ждет С тем Кого он получает Как у нас это на Петровке устроено Мы когда Во-первых у нас часть собеседования Проводит руководитель отделов продаж То есть И там стопроцентный мэтч происходит Есть такая Такое поверье В кавычках Что лучше руководителя отдела продаж Никто вакансию не продаст Это Значит Вот Коллеги и чары Смеются над этим Да Естественно Конечно же Профессиональный и чар Полностью может погрузиться В процесс продажи вакансии Вообще блестяще Будет это делать Лучше РОПа И он Может распределять Уже Кандидатов По тем руководителям С которыми Будет происходить Стыковка Вот При этом Значит Вот как эта стыковка происходит Юль Вот давай тебе вопрос Вот расскажи пожалуйста Как сейчас это у вас устроено Ну здесь хотелось бы добавить Наверное основную идею Мы пришли к чему Мы в общем-то попытались Пройти Так сказать Своими шагами Весь путь кандидата Вот И условно У него У кандидата Есть несколько точек Кацаний С нашей компанией Так скажем И мы постарались Сделать максимально Большое количество Этих точек Если кому-то интересно Я потом Кулуарно уже могу Рассказать Как мы утепляем Контакт с искателями Там помимо даже После отказов Мы им высылаем памятки Как найти работу мечты И так далее У меня там куча штучек Таких есть Это очень круто работает Особенно если он выбирает Какое-то другое место работы Через 2-3 месяца Он возвращается Звонит нам И говорит Блин, ребят Возьмите меня пожалуйста Вот По части Взаимодействия с РОПами У нас получается Кандидат Проходит телефонное интервью С HR специалистом Вот И после телефона В интервью Мы уже непосредственно Направляем Этого кандидата В офис Где уже в офисе Его встречает руководитель И именно руководитель Проводит с ним Собеседование Собственно говоря Руководитель Презентует Продает Вакансию И по части Сопротивления Как раз Мы приняли решение У нас вот У нас вот такой подход Кто там будет рулить То что он идет К следующему РОПу На встречу Или с этим остается Это уже Внутренняя система Офиса То есть условно Там два Ну вот Условно там Сегодня дежурит Два руководителя И они сами Распределяют Кто когда ходит И так далее Да То есть смотрите Фишка какая Все руководители Абсолютно разные И кандидат Приходя Там К нам В компанию Вот Он вообще В принципе Видит там Совершенно разных Людей У которых Абсолютно Разные подходы Вот И собственно говоря Мы И пытались И пытаемся Поменять сознание Руководителя На тему того Что Кандидат Это наш клиент Вот И вы работаете С этим клиентом Вот И собственно говоря Кандидат проходит Собеседование Может пройти сразу У нескольких руководителей Бывает такое Что Мэджик не случился Ему не понравилось В этом офисе У нас есть еще такая штука У нас рекрутеры Всегда берут обратную связь По итогам собеседования Вот То есть мы там Ватсапе В телеграме Звонки как правило Мы не делаем Вот Мы делаем такую рассылочку И очень часто нам прилетает Что извините Там Руководители Там Иногда бывает негатив Но бывает такое Когда у руководителя Там условно Был какой-то завал Он опоздал на 20 минут Нам кандидат пишет Что типа Сорян Я там прождал Типа 30 минут И мне не очень нравится Мне не очень комфортно Тут уже у нас Рекрутер с ним Лично связывается И предлагает Альтернативный вариант Пройти собеседование В другом офисе Который суперкрутой И так далее Вот И здесь смотрите Еще какая фишка Перед тем Как прийти на собеседование Мы вдогонку Кандидатам Высылаем много Классной информации То есть Про количество точек Это я вот не шутила То есть мы Перед тем Как человек Приходит на собеседование У него уже есть информация По руководителю Который проведет Собеседование То есть Есть ссылочка На его соцсети На какие-то там Классные видосики На ютубе Где смотрите Мы едем Куда-то там Я не знаю В загранпутешествия Все вместе Смотрите Мы команда И так далее Есть ссылка На какие-то там Наши Крутые статьи Там где-то И так далее То есть Человек приходит И он уже прекрасно понимает Кто сидит здесь Перед ним Что это за руководитель Я делал продаж Юль Можно вопрос Позволь Пожалуйста Как много собеседований Таких проходило Где по 20 минут Уже Когда это запустилось Год назад Уже год действует Эта штука Понял И какие показатели Вы видите По сравнению с тем Как было раньше Ну в общем Смотрите Если говорить Про Именно В общем-то У нас конверсия За счет Вот этих Собеседований Я сразу оговорюсь У нас такая система Действует Не на всех офисах То есть У нас есть Такие Мультифункциональные Офисы А есть Такие небольшие Офисы Где просто Там условно Один руководитель Или пара Руководителей И нет возможности Проводить У нас вот такая штука Действует На двух офисах Вот и там у нас Конверсия повысилась На 20 процентов На 20 процентов Приживаемость людей Да В течение какого срока Это не приживаемость Именно это статистика По принятым офферам И именно вышедшим Кандидатам В первый рабочий день То есть смотрите Я как и чар Там да Мы Наша ответственность Вообще заканчивается На том этапе Когда кандидат Условно в первый день Выходит на работу То есть все Что дальше происходит Это уже проблемы Так сказать Адаптации И проблемы Руководителя отдела продаж Это не и чары плохие Что они там Какого-то неправильного Кандидата подобрали То есть у нас Вся фишка заключается в том Что у нас даже В мотивацию рекрутеров Зашиты Именно Будьте здоровы Зашиты именно Какие показатели Это показатели по офферам То есть Кандидат Доходит до собеседования Руководителю Он нравится Он ему предлагает Сотрудничество Это уже идет в копилочку Нашему рекрутеру То есть вот Если кандидат Условно выходит В первый рабочий день Это еще один плюсик В копилочку рекрутеру Дальше то Что происходит Это уже история Руководителя отдела продаж Я правильно понимаю В компании Тех двух офисов Нету того HR Который Участвует в адаптации То есть смотрите Это вот Его нет Один из проектов Он у нас действует Как бы не на все Как На собственные офисы На франчезе Он пока что не действует Мы наращиваем скиллы Вот Мы оставили историю С точечным подбором То есть Все равно Есть HR специалисты Которые точно Еще занимаются Подбором В эти же офисы Но именно Этот проект Он работает В холодную То есть мы берем У нас нет входящего потока Абсолютно То есть мы Берем именно кандидатов Условно По холодному поиску Из различных источников Это именно те люди У которых нет Там строчки В резюме Агент по недвижимости Риэлторы и так далее У нас вопрос Да Здравствуйте Город Евпатория Анастасия У меня вопрос Я конечно Прошу прощения Что мы опоздали Пришли К концу вашего выступления Это не выступление Вашей презентации А что делает Руководитель отдела продаж Для того Чтобы удержать Своих риэлторов Вы можете рассказать Вот девушка Может быть Да Расскажите пожалуйста Вот более подробно Потому что осталось Еще время А хочется услышать Вот именно То что Должен делать Именно руководитель продаж А то что Интересно Мы тут боролись За агентов И спорили Что лучше Макромир или панорама Да Вы здесь были Все это время же Правильно А теперь мы адаптируем Новичков Капец какой-то вообще Да У нас такой разброс У нас все-таки секция Привлечения Вот Я предлагаю Возможно Если у вас там Больше нет ко мне вопросов Есть Просто давайте тогда Закончим со мной И перейдем Вопрос следующий Первый Правильно ли я поняла Что вот при той системе Которую вы нам рассказывали Про два офиса Ичар проводит Только лишь телефонное Ну то есть Интервью по телефону И дальше Руководитель отдела продаж То есть Ичар Лично не встречается С кандидатом Да То есть у меня Даже он не Чарла Это просто рекрутер Ну рекрутер Да Который занимается Поиском резюме Актуальных И он проводит Телефон интервью И если есть Какие-то вопросики Есть еще возможность Провести Видео интервью Короткое 15-минутное Окей И второй вопрос Стажер Прошел собеседование У руководителя отдела продаж Я правильно понимаю Что дальше Идет какое-то обучение Да Естественно Оно проводится в этом же отделе Или общее Вопрос заключается Собственно в том Участвует ли руководитель отдела продаж В первичном обучении стажера Смотрите Здесь наверное у нас Разные понимания У нас Это росты Это руководители отделов стажеров Подбирают себе людей Вот У них как правило 5-8 стажеров Вот Что касается обучения Оно проходит на базе офиса Но у нас есть внутренний учебный Корпоративный портал Где есть несколько курсов Есть курс для новичков Есть для более опытных Там условно кто уже в компании Там полтора месяца И так далее Есть еще куча различных курсов И здесь еще идет такая Точная работа Именно вот с ростом То есть он еще рост Как наставник Курирует вот этого стажера Ну то есть нет обучения отдельного То есть вот например Зашел стажер И он две недели учится Мария у вас так да Насколько я в курсе Петровки да Смотрите у нас мы все зашили В корпоративный портал То есть это вот такой видеокурс И там есть еще возможность Прохождения Тренингов Как очных Так и в онлайн формате У нас это обучение Для новичков Рассчитано на неделю То есть условно Человек приходит в офис Он смотрит вот этот там Видео формат Проходит всякие тестики И так далее И еще параллельно Занимается с наставником То есть идет вот такая работа Практика совмещается Сразу с обучением Или сначала только обучение Здесь у каждого руководителя Есть своя история Кому-то комфортно Когда человек там условно Пройдет онлайн Полностью вот это вот Обучение И тогда он сразу Плотненько им занимается Кто-то начинает параллельно То есть здесь нет Единой технологии Возможно варианты Конечно да В зависимости от руководителя Все спасибо большое Все коллеги Еще у кого-то вопросы нет? Есть? Нет видимо да Давай микрофон Спасибо Юля Коллеги вы знаете Держи Тут мы разные Очень услышали модели Например Есть ли у вас вообще В целом HR менеджер Или HR подразделение В вашей компании Это все равно Упирается все в деньги То что проводят РОП собеседование А не проводят HR специалист Это тоже вопрос денег Если у него есть На это время Значит Как эти вещи связаны Да У вас вопрос? Дополнение Меня Тимур зовут Баратов Коммерческий директор Агентства недвижимости УГРК Москва Казань Уфа Сразу предыстория Агентства недвижимости В 2019 году В начале года В январе было 80 человек Сейчас почти 400 То есть за 3 года Мы выросли Во много раз Как у нас сделано С руководителями отдела продаж Мне кажется Это как раз Одна из основных вещей Вот этого бурного И четкого роста Который постоянно И дальше мы продолжаем расти Мы у РОПа Забрали полностью интервью Мы у РОПа Забрали полностью Первичное обучение Мы у РОПа Забрали полностью Ведение и проведение сделок РОП отдается полностью Только своим стажерам Только своим агентам 4 первых дня Первичное обучение Проводит тренер В учебном центре Выдается Такой же портал Грубо говоря Онлайн школа Где можно видео посмотреть Руководитель встречает Более-менее подготовленного агента Который прошел Собеседование Где-то полчаса Каждое собеседование Индивидуальное Который прошел Через воронку Следующий этап воронки На обучение На обучение В эти 4 дня Они в любом случае Пробуют звонить И оценивают квартиру В той локации Где будут работать В того сегмента В котором будут работать То есть более-менее Они уже подготовлены К РОПу они приходят И РОП их просто Мотивирует дальше работать А HR отдел Я запутался Человек 15 15 400 агентов 15 HR Здесь я вот почему Сейчас услышал Когда решил сказать Когда вопрос денег зашел Мы же говорим про бизнес Коммерческая структура В коммерческой структуре Важно зарабатывать деньги Если я беру HR на работу У него есть какая-то зарплата Вот он эту свою зарплату Должен отбивать Как он ее может отбить Он либо приносит в компанию Напрямую деньги Чего HR не делает Он напрямую деньги не несет Он сделки сам не закрывает Но он это делает Так скажем Опосредованно За счет того Что агентов приводит И вот если HR приводит Такое количество агентов Которые за год Перекрывают его оклад То HR уже молодец И соответственно Ему достаточно привести По сути в год Двух-трех агентов Он уже молодец Если это два-три Хороших агента Ну вот так По-хорошему Грубо говоря да Два-три агента в год Но если это эффективные Успешные действительно агенты HR достаточно реально Двух-трех агентов в год Приводить У нас получается Что мы считаем Вот эту конверсию Если закрепляемость Через пол По-моему полгода У HR Мы смотрим Кто сегодня пришел И сколько людей Через полгода Осталось работать И сколько из них Закрывают сделки Если у HR Выходит такая штука Что он приводит Меньше двух людей В месяц Таких в компанию HR Как бы Скоро перестанет У нас работать То есть вы смотрите На то Кого он привел И кто из них Дошел до сделок Именно так И кто из них Остался работать Тоже Те кто дойдет До сделок У нас в разных офисах HR Есть ресерчеры Это которые Просто прозвоном Занимаются То же самое Берем базы И просто прозваниваем Ресерчер Рекрутер Ресерчер По-разному их называют Он просто звонки делает Он означает собеседование Ресерчер Это звонарь Рекрутер Проводящий собеседование HR по адаптации Это человек Который возится С ним в первые Х дней А есть HRD И поэтому Когда на рынке Говорят HR Часто путают Просто со звонарем Давайте уже договоримся И поделим На эти Группы этих людей Руководитель отдела продаж Смотрите Как я у Тимура Услышала Упакованное обучение И по постановке навыков Уже отвечает Роб Правильно Тимур Да Именно так Еще хочу добавить К словам Тимура Поделиться тоже Немножко опытом У нас очень похожая система На то, что было сейчас озвучено У нас было небольшое агентство За последние два года Каждый год мы прирастали В два раза Ну то есть сейчас Больше ста человек В компании 25 агентов было Полтора года назад У нас два То есть HR и рекрутер У нас два человека Работают Занимаются набором Происходит все следующим образом Звонок Собеседование Роб в собеседовании Не участвует Дальше стажер Выходит на обучение Оно было двухнедельным Сейчас его сократили До одной недели После этого Во время обучения Стажер посещает Все пять офисов То есть оно такое Мобильное И мнение стажера Безусловно учитывается То есть он видит Всех пять руководителей Может с ними пообщаться Робы принимают Участие у нас в обучении То есть у каждого Робы есть какой-то блок Который он дает Какая-то тема Которую он дает стажерам То есть Роб смотрит на стажеров Во время обучения Стажеры смотрят на Роба Дальше соответственно Выходит в отдел По итогам Аттестации Мы столкнулись С двумя проблемами Вот когда перешли На такую систему Первая проблема Это личная Скажем так Позиция HR То есть мы столкнулись С тем И это уже как бы Подтвержденный факт Мы это поняли И зафиксировали В цифрах Что HR Подбирает В зависимости от Не знаю там Своего типа личности Своего какого-то видения И многие отсеиваются Именно потому Что они по каким-то Параметрам Не нравятся Вот я здесь согласна Там не знак зодиака Конечно Но есть определенный тип Который Допустим Я как руководитель Понимаю Что он классно Будет продавать Но он по каким-то причинам Ей не зашел И она его просто На этапе собеседования Отфутболивает Не давая возможности Робу даже Пообщаться с человеком Это первое А второе Это именно удержание В первый месяц И вот здесь уже зависит Именно конкретно От квалификации Роба Потому что За счет того Что уровень руководителей Очень разный Сталкиваемся с тем Что в нескольких отделах Значительные потери Потому что Роб просто У нас HR не участвует Дальше То есть вот он Выпустил в отдел Все То есть он Никоим образом Не участвует И вот эти два момента Они сильно тормозят То есть могу На примере своего отдела Вот привести Пример в цифрах Я заходила Было 9 человек Вот сейчас год прошел У меня стало 27 При том что Текучка была То есть были те Кто уходили И приходили Но это Скажем так За последние 4 месяца Буквально 2 или 3 человека Зашло И связано это как раз с тем Что многие отмечали Я здесь слышала На конференции Что именно качество людей Которые идут Упало сильно За последние месяцы Но во всяком случае Об этом многие говорят То есть сейчас Встал набор Вот прирост Прошел и встал И вот если есть у кого-то Какие-то кейсы Как вы справляетесь Если есть у кого-то Такая же проблема Может быть кто-то поделится То есть именно личное влияние HR И соответственно Адаптация РОПом на местах Сейчас я Можно я отвечу Если это вопрос Да Вот смотрите коллеги У всего есть цена Вот то о чем сказал Тимур Это Окупаемость HR Его расходов на HR То о чем говорите вы Это Те Можем ли мы потерять Из-за того что HR Совершил ошибку найма Или пропустил Какого-то классного кандидата Да конечно можем Вопрос Кто это будет делать Условно говоря Генеральный директор компании Лучше всех проведет Собеседование Мы можем Такую гипотезу построить Но он это делегирует И вопрос Кому он делегирует И сколько таких человек будет Я думаю Что сейчас Подытоживая Мы уже там близимся к концу То что HR Это один из центров доходности Агентства недвижимости И то Чем более квалифицированные Специалисты у нас будут заниматься Именно этими вопросами Будут уметь Классно продавать Вакансию Оценивать персонал И так далее От этого очень много Зависит Роста компаний Денег И так далее Это прямо Вот один из таких Ключевых Пойнтов И смотрите Тут очень важно Работая с HR Развивать В том числе И этого сотрудника Как бы Ну это же тоже Очень важно Очевидно Если HR Подбирает людей Под себя То развивать Нужно HR И если вы видите Что в том числе Делается там Контрольное То о чем Говорила Юля Я об этом упоминала Провести ревизию Всех точек касаний Где я касаюсь Кандидата И в том числе Отслушать Как собеседование Проводит HR И если я вижу Что HR Оценивает Кандидата Как-то через себя То о чем я говорила У нас есть какой-то Портрет кандидата И если он мне Лично не нравится Он в компании Может реализоваться Или нет Вот этот вопрос Задавайте HR Если он тебе Лично не нравится Вот Но тут надо тоже Понимать Всего и сына Я кстати хотел Кейс привести У меня сейчас проект Я работаю С группой брокеров По работе С покупателями В бизнес-классе На востройках И мы с HR Который нанят Проектно То есть это не HR штатный А проектный Понимаете да коллеги Суть в чем С владельцем Разбираем портрет Кто нужен И дилемма И вот как раз Субъективно Таня Пономарева Тоже сказала Что она подбирала Вот этих мужиков Которые защитники Понимаете да А тут значит Кто сейчас А вот Марина Ты говоришь И я с HR Говорю Коль я буду Тренерить этих брокеров И контролировать их На определенных точках Дорожной карты Подбирай под меня HR Синий Дружелюбный По диску Я красный Но тренирую В себе Гибкость Поэтому я буду Кайфовать От Экспрессивных И красных Директивных Но еще Более-менее Совладая с дружелюбными Их надо будет Научить закрывать Понимаете да Проблематику Типологии Недостатки Ну ты-то знаешь Вопрос коллеги Очень рекомендую Типологию Какая вам интересна Айзинг Пожалуйста Диск Пожалуйста Еще какой-нибудь Можете свою Абракадабру Придумать Я говорю Под меня делай И тогда она сидит И такая Мне описывать Сегодня Кандидата В личку Он целеустремленный До денег Достигатор Очень много Вопросов Задавал Иногда меня перебивал Кого я описываю Так на секундочку Красного больше Который Со своим Самоваром Лезет Я говорю Классно Я говорю Тебе было Даже с ним Пооформлено Вообще невыносимо Я говорю Ну ты помнишь О чем мы договорились Под кого мы Причесываем народ Под лидера Как может быть Эту проблему Излечить Я вот сейчас Свежее По горячим следам Излагаю Понимаете коллеги Ну там тоже Надо будет Пошуршать Насчет личной эффективности Вот здесь Вот Мария Зафиксировала Все выфиксировала Как про В общем В принципе Выстраивать эффективную Борьбу за кадр По сути же Мы должны вернуться К нашей изначальной Точки исходной И я бы сюда записал Коучинг Личностный рост Действительно Изучение себя И прокачка Компетенций Связанных с Пониманием Гибкости Резосторонности Своей коммуникации Вот я об этом И соответственно Понимать Под кого Приходит В основном Под теми Кто им будет управлять И это нужно Учитывать И учитывая Думаю И в ОГРК Тоже это учитывает Подстройка Под тип личности РОПа Вопрос Насколько это поставлено Очень мало Я вижу Компаний на рынке Где это С умом Применяется РОП поменяется Подождите Ну мы что Получается Скажем Сейчас Заранее Предвосхищаем Что этот РОП Который управляет Агентами Он уйдет Но сегодня Я понимаю Что это Самое эффективное Будет взаимодействие Потому что Если совмещение Идет типов Агента У тебя вопрос? Агент априори Будет эффективнее А если вы боретесь Потому что Сильно другое Это же потеря Денег Потому что Разговор слепого Можно я визуализирую То о чем мы говорим Вот очень здорово Когда HR Борются за кандидаты Это то о чем Говорит Юля То что Вот Есть кандидаты А у ШРОПа Мы подберем И классно Когда есть Вариативность Например У нас там Больше 25 Продающих подразделений И я могу И HR Может направлять Подходящего кандидата Под подходящего Руководителя Однако При этом Давайте тоже Не забывайте Не путать понятия Визуализируя Может быть Вы со мной согласитесь Вот есть Генеральный директор Компании Голова Вокруг него Есть РОПы А дальше Уже все остальные И на последнем кругу Будут клиенты Вот по степени Значимости То есть Я не могу Поменять Генерального директора Он может развиваться Вот то О чем мы говорим С какой-то Определенной Динамикой Дальше РОПы Они для нас Более ценные Клиенты Чем агенты Хотелось бы Так думать А дальше Уже идут клиенты То есть Клиента Потерять Дешевле Чем агента Согласны Ну для компании Да И тут Вот тоже Очень важно До каких пор Мы боремся За кандидата И с кем Мы боремся За него Продолжите Напоследок Я скажу Мы пробовали Очень много моделей И они были Абсолютно разные И что сработала Наша последняя модель Наверное Сейчас РОПы Меня закидают Да Но директора Ко мне прислушаются Вначале Мы делали Следующим образом Собеседовал Ичар И влюблял В себя Так кандидатов Что они Такие Водушевленные Бежали к РОПам И сталкивались Там совершенно С другой историей Не той Которой им рассказали Теоретически Да Но совершенно Другой человек Другой профиль И говорит Совершенно по другому Да Ага Уже что-то пошло Не так Потом Ичары Перестали встречаться Просто Загоняли в компанию Отдавали На собеседование РОПам Да У РОПов Не было ценности Ну то есть Ичары еще мне пригонят Там будет их много И как-то вот Относилось так Я убедила директора Сделать по-другому То есть У нас То что дают Ичары Это бонус Для хорошего Руководителя Который умеет Держать команду Который Может ее развить И может вывести На продажу Отстающим Мы никому не даем Никого не даем У них задача У РОПов Набирать Свой Отдел И я вам Не только Ичар А человек Который был И директором Агентства Недвижимости И риэлтором В свое время То есть Просто Менялись годы Менялись ситуации И как просто Руководитель В разных областях Когда руководитель Продаст себя И кандидат В него влюбится Поверьте мне Отсюда будет И эффективность И преданность И человек Никогда Никуда не уйдет И я сейчас Прям стабильно Борюсь за эту систему В нашей компании И она работает На 100% Потому что Люди прям держатся За своего руководителя Доверяют ему массово И боятся его подвести Значит они будут Выполнять план Им поставленный Спасибо за внимание Супер кейс Маш Давай завершаться Слушайте Ну я тут Полностью поддерживаю И это то О чем говорила Таня У нас В начале Нашей встречи Смотрите Лидерские качества Руководителя Наверное Это тема В нашей следующей встрече И вообще Какие задачи Если хотите Можем так отдельно Поговорить на эту тему Какие задачи Стоят перед ропом Вот Смотрите Если подытожу Все вышесказанное То Вот с чем Вы уйдете Сегодня И что вы будете Делать Вот условно говоря Когда кончится Конгресс Вот есть какие-то Мы можем Подвести итоги Вот сегодняшнего Нашего собрания Что мы можем Взять сегодня Отсюда Из того Что мы сегодня Обсуждали Я точно Возьму Дорожную карту Сделки У нас Во-первых Такая задача И так стояла И я тут В этой мысли Утверждаюсь То есть Разделить бизнес Процесс Запуска Новичка Подложить Под него Набор Инструментария От скриптов До СРМ-систему Как запустить Условно Все что это должно быть И уже Весь этот Отдельный Бизнес Процесс Ставить По нему Дневник Вести Дневник Стажера Того Как он Запускается У кого-то Это уже Реализовано Например У нас Это реализовано Немного По-другому У нас Четыре Бизнес-тренера Отвечают За то Чтобы Он у нас На сделки Выходил Но нам Не помешает Систематизация Этих Процесс У многих Нет ресурса Для четырех Бизнес-тренеров Да У всего Есть цена Это то О чем мы говорим Вот Коллеги Скажите Пожалуйста С чем Уйдете С сегодняшней Нашей встречи Вот может быть Какой-то Подыток Уйду Наверное Очень Водушевленная Все очень Понравилось И еще раз Для себя Подчеркнула О том Что сейчас Все строится На доверии И на уважении К соискателям Потому что Их не так много И даже Мишку Можно научить Танцевать Поэтому Если мы будем В него вкладывать Свой разум И поддерживать Своей стороны То продавать Можно и научить И люди будут работать Вот Вы знаете Вот опять Хочется вступить В полемику Что все-таки Не каждый Сможет продавать Где ваше Самообладание Сейчас прям Извините Пожалуйста Вот это Это Смотрите Коллеги Это как раз Вопрос того Что у всего Есть опять же Цена И мы эту цену В итоге заплатим Когда мы будем Учить Необучаемого Или трудно Обучаемого Или конфликтного Это как раз Вопрос того Что все равно Мы столкнемся с тем Что есть портрет И хотя бы Того Кого мы точно Не ждем Вот Да 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 Тут собралось Очень много Специалистов По найму Персонала Я правильно понимаю Вот Какими компетенциями Должен Обладать HR Вот Основные Да На что Нужно Обращать Внимание Мне Как для Руководителя Агентства Это очень важно Ну смотрите Коллеги Давайте я Начну Вы там будете Добавлять По ходу действия У нас HR Какие задачи Решает Давайте С этого Начнем Выявляет Он мотивацию У кандидата Это первое С чего он Начинает Под эту Мотивацию Он делает Презентацию То есть Он продает Вакансию Компанию Руководителя Возможности Развития В этой компании И так далее Да Он будет Работать Ну в общем Все что связано С продажей У него там будет Работа с возражениями И так далее Оценка Асессмент Да По тем критериям Которые вы с ним Обсуждаете То есть Он способен Задавать Такие вопросы Смотреть На вербалику Невербалику То о чем Мы сегодня Тоже там Чуть коснулись Этого Чтобы Быть способным Оценить Он подходит В компанию Или не подходит Тут опять же Зависит От того HR это кто Это человек Который С экстратегией Компании Имеет отношение Или это человек Который Рекрутер Прозвонщик Закрывальщик Собеседования Это кто То есть Этот человек Может быть Связан И с адаптацией Или вы Его до этой темы Не допускаете Он у вас Только рекрутирует Или же Он действительно Погружается В процессы Проводит Выходные Интервью Из компании Оценивает Почему люди Отказались Будет он Это делать Или нет И вот смотрите Когда вы Прописываете Весь процесс Того Что человек Делает Вы Соответственно Компетенции Выстраиваете Какими он Должен Обладать Компетенциями И Софтскилз То о чем Вадим Сегодня говорил Какими он Личными Качествами Будет Обладать Мой Софтскилз Подсказывает Что я уже Хочу отсюда Свалить Простите Меня Вырвалось А я Наоборот Что-то Мураж Мне кажется Три часа И для многих Без перерыва Это возможность Уйти в кулуары Мы Ответственны За настроение Группы За Одиночек Мы не отвечаем Поэтому предлагаем Вам в кулуар Уйти Как вы на это Смотрите Вы заряженные А мы Про группу Но про группу Про всех Поэтому я предлагаю К финишу Прийти Коллеги Я вас благодарю Лично Мне очень приятно Что у нас Была такая Демократичная Атмосфера И каждый Сделал вклад В сегодняшнюю встречу Спасибо вам большое Коллеги Приходите Завтра На семинар По командообразованию С часу дня Зал Астанин Будет несколько РОПов В том числе Успешные Реально упакованные Агентства В лице Иркутского Century 21 До свидания Спасибо Посмотрим Квартиру на Вита Давай В новостройке Тогда с отделкой И балконом И кухней Побольше Настраивайте удобные фильтры И ищите новостройки По вашим настройкам На Авито Самый большой выбор объявлений О продаже квартир в Москве Я нашел свою квартиру на Авито Самый большой выбор объявлений О продаже квартир в Москве Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова